Глава седьмая. Лето 1906 года прошло неспокойно. Не ладились с семьей Софьи Андреевны, испортились отношения с Андреем Белым, да и вообще время настало тревожное. В воздухе носились разрушительные веяния революции, ими прониклась вся новая литература. Бальмонт, Брюсов, Мережковский, Вячеслав Иванов, Гамсун, Пшибышевский. Все говорили одно и то же, призывая к протесту против спокойной, уравновешенной жизни, против семейного очага, призывая к отказу от счастья, к безбытности, к разрушению семьи, уюта. Все это охватило Александр Александрович. Идеология того времени особенно отчетливо прозвучала впоследствии в его «Песне судьбы». Уход Германа от личного счастья, от тихой пристани — вот отголосок тех настроений. Я понял, что мы одни на блаженном острове, отделенные от всего мира. Разве можно жить так одиноко и счастливо? И дальше. Господи, так не могу больше. Мне слишком хорошо в моем тихом белом доме. Дай мне силу проститься с ним и увидать, какова жизнь на свете. И позднее в набросках и планах поэмы «Возмездие» все разрастающиеся события были для него только образом развертывающегося хаоса. Скоро волнение его нашло себе русло. Он попал в общество людей, у которых не сходили с языка слова революции, мятеж, анархия, безумие. Здесь были красивые женщины с вечно смятой розой на груди, с приподнятой головой и с приоткрытыми губами. Вино лилось рекой, каждый безумствовал, каждый хотел разрушить семью, домашний очаг, свой вместе с чужим. В таком настроении был поэт, когда он ушел из дома и из-под крыла матери вместе с женой переселился на отдельную квартиру. Это случилось осенью 1906 года. Квартира демократическая найдена была на Лахтинской улице, в четвертом этаже. В трех небольших комнатах блоки устроились уютно. Вещей у них было немного, средства были крайне скудные, но вся атмосфера их жилья дышала обычной милой своеобразностью. Целый ряд стихов второго тома вызван впечатлениями этого демократического обихода. На чердаке, окна во двор, хожу-бражу понурой, я в четырех стенах и так далее. В первую половину той же зимы написаны и пьесы «Незнакомка», навеянные скитаниями по глухим углам петербургской стороны. Пивная из первого видения помещалась на углу Гесслеровского переулка и Зелениной улицы. Вся обстановка, начиная с кораблей на обоях и кончая действующими лицами, взята с натуры. Вылитый Гауптман и Верлен, господин перебирающий раков, девушка в платочке, продавец редкостей. Все это лица, виденные поэтом во времена его посещений Кабачка с кораблями. Пьеса написана до роковой встречи, ознаменовавшей этот памятный для поэта год. Вообще будущим историкам литературы придется считаться с тем фактом, что даты стихов Блока часто опережают события как его личной, так и мировой жизни. Это замечание относится также к его статьям. Зима на Лахтинской ознаменовалась постановкой «Балаганщика», сближением с актерской средой через театр Комиссаржевской и новым увлечением, повлиявшим на целый период жизни и творчества Блока. С начала сезона под режиссерством Мейрхольда открылся на офицерский театр Комиссаржевской. Начались субботние собрания в клубе театра. Пригласили на них и Блока. В первый субботний вечер он прочитал там своего «Короля на площади». Примечание. Эта суббота состоялась 14 октября 1906 года. На двух других читались 21 октября «Дефирамп» Вячеслава Иванова и 28 октября «Дар мудрых пчел» Федора Сологуба. Стихи Вячеслава Иванова и Брюсова «Смотри, Дьяконов, Ставрогин, Александр Блок в театре Комиссаржевской, а Комиссаржевской, забытое и новое, Москва, 1965 год, страница 81, 116. Бурный успех. На третьем собрании Брюсов читал свои стихи. Король на площади и ему понравился. Он просил его в весы, о том же просил гриф и, наконец, золотое руно, где и был напечатан впервые король на площади. Актерская среда приняла Александра Александровича с распростертыми объятиями. Любили его как поэта и просто как обаятельного человека. Восхищало полное соответствие внешнего облика со стихами. Нравилась его милая, застенчивая и скромная манера, в которой было столько детского. В клубе театра познакомился он и с художниками Судейкиным и Сапуновым, часто встречался с Сологубом, Ремезовым, с Кузьминым, которого видал и прежде на вечерах Вячеслава Иванова. Примечание. Сергей Юрьевич Судейкин 1882-1946 оформлял в театре комиссаржевской спектакль «Сестра Беатриса», а Николай Николаевич Сапунов 1880-1912, «Балаганчик» и «Гедду Габлер». В круг театра на Офицерской входили писатели Федор Кузьмич, Сологуб Тетерников 1863-1927, Алексей Михайлович Ремезов 1877-1957 и Михаил Алексеевич Кузьмин 1872-1936. Кузьмин писал, между прочим, музыку к «Балаганчику». Об отношениях двух последних к «Блоку» смотри «Переписка Блока с Ремезовым», «Вступительная статья Минс», «Публикация Юловой», «Кайдаловой», «Примочкиной», «Литературное наследство», том 92-й, книга 2-я, страница 63-я, 142-я, «Воспоминания», том 2-й, страница 406-я, 411-я, «Шмаков», «Блок и Кузьмин», «Блоковский сборник», выпуск 2-й, страница 341-я, 364-я, «Письма Кузьмина к Блоку» и «Отрывки из дневника Кузьмина», «Публикация Суворовой», «Литературное наследство», том 92-я, книга 2-я, страница 143-я, 174-я. Завязалось знакомство с молодыми актрисами театра Комиссаржевской, Волоховой, Веригиной, Мунт, Глебовой-Судейкиной. Примечания. Наталья Николаевна Волохова, рожденная Анциферова, 1878-й, 1966-й, оставила «Воспоминания о Блоке», «Земля в снегу», ученые записки Тартусского государственного университета, выпуск 104-й, Тарту, 1961-й, страница 371-й, 378-я. Валентина Петровна Веригина, 1882-й, 1974-й, автор «Воспоминаний об Александре Блоке», там же, страницы 310-й, 372-я. И «Воспоминаний Ленинград», 1974-й год. Екатерина Михайловна Мунт, Голубева, 1875-й, 1954-й, Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, 1885-й, 1945-й, была, между прочим, прототипом главного женского персонажа поэмы без героя Анны Ахматовой. У Веры Ивановой, актрисы Суворинского театра, устраивались вечера. Примечания. Вера Викторовна Иванова, 1889-й, умерла после 1917-го. В ее квартире после премьеры «Балаганчика» был устроен бал бумажных дам. Воспоминания, том 1-й, страницы 426-я и 430-я. Тут шумно и весело проводили время все те же актрисы, художники, писатели, Городецкий, Кузьмин, Ауслендер. Примечания. Сергей Абрамович Ауслендер, 1886-й, 1943-й, прозаик, круга символистов, племянник Кузмина. Много было смеха, много вольных проказ, в которых блоки не принимали личного участия. В общем, они вели себя не в то, не того бесшабашного настроения, которым была проникнута окружающая среда. Свои идеи о безбытности Мейрхольд воплощал тогда впервые. Балаганчик как нельзя более подходил к его целям, и он горячо принялся за дело. Автор прочитал пьесу актерам, сделал некоторые указания. Первое представление «Балаганчика» состоялось 30 декабря 1906 года. Мы с сестрой были и на генеральной репетиции. Народу собралось немного. Мы волновались, но блок вел себя совсем как ребенок. Был оживлен, всем доволен, весел, немало не сердился на плохую игру актеров, и то и дело подбегал к матери. Мам, тебе нравится? Играли плохо, но талантливость постановки и какая-то праздничность спектакля сразу подкупали. Много способствовала этому впечатлению и музыка Кузмина. На первом представлении театр был совершенно полон. Был тут весь цвет тогдашней интеллигенции, писателей, художники и так далее. Были и родственники. Им, как водится, очень не понравилось, как не нравилось все, что писал Сашура. «Балаганчик» шел вместе с метерлинковским «Чудом святого Антония». Пьеро играл Мейрхольд. Когда занавес упал и автор вышел на вызовы, раздалось громкое шиканье и пронзительный свист. Свистал в ключ какой-то студент. Но все это было покрыто аплодисментами. Сверху упал на сцену белая лилия и фиалки. Осип Дымов бросил свой портрет. Знак вопроса. Примечание. Описание премьеры «Балаганчика. Смотри. Воспоминания». Том 1. Страницы 424-426. Рудницкий. Режиссер Мейрхольд. Москва. 1969. Страницы 88-95. Литературное наследство. Том 92. Книга 3. Страницы 264-266. Следует отметить, что шедший в один вечер с «Балаганчиком» спектакль именовался «Чудо странника» Антония. Заглавие было изменено по цензурным причинам. Осип Дымов. Осип Исидорович Перельман. 1878-1959. Прозаик. Круга символистов. Смотри. Литературное наследство. Том 92. Книга 3. Страница 68. «Балаганчик» шел много раз с переменным успехом. Это была лучшая постановка Мейрхольда. На последнем представлении этого сезона молодежь устроила овацию автору. Откопали политическую тенденцию. Коломбину приняли за долгожданную и неосуществившуюся конституцию. Вокруг этой пьесы шли нескончаемые толки и ахи. Всех побеждала лирика, но смысл был безнадежно непонятен и темен. Постановка «Балаганчика» имела важные последствия. Близкое знакомство с актерской средой отмечено в автобиографии Александра Александровича в числе важнейших моментов жизни. После первого представления на бумажном балу у Веры Ивановой началось увлечение Натальи Николаевны Волоховой. В эту снежную вьюжную зиму создалась снежная маска. Как это произведение, так и все, что значится в цикле Фаина, составляет одну повесть. Стихи говорят за себя. Здесь отразился весь безумный год, проведенный у шлейфа черного. Скажу одно. Поэт не прикрасил свою снежную диву. Кто видел ее тогда в пору его увлечения, тот знает, как она была дивно обаятельна. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза именно крылатые, черные, широко открытые маки злых очей. И еще поразительна была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили «раскольничья Богородица». Но странно, все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла. Таинственный блеск угас, осталась только хорошенькая брюнетка. Тогда уж нельзя было сказать про нее. Вот явилась, заслонила всех нарядных, всех подруг. Снежная маска имела особый успех на вечерах Вячеслава Иванова, который поселился в Петербурге в 1906 году после долгого пребывания за границей. Он жил на Таврической улице, в верхнем этаже очень высокого дома. Примечание. О башне Вячеслава Иванова. Смотри Николай Бердяев, Ивановские среды, русская литература 20 века, 1890-1910, часть 2, том 3, Москва, 1916, страницы 97-100. Александр Кобак, Дмитрий Северюхин, башня на Таврической, декоративное искусство, СССР, 1987 год, номер 1, страница 35-39. Его квартира была известна под названием «Башни». Здесь происходили оживленные сборища писателей, художников, музыкантов, артистов, всяких ищущих и чающих. Все там перебывали, и очень было многолюдно. Высокообразованный, талантливый, вкрадчиво любезный хозяин авторитетно руководил направлением башенных сборищ. Там царила богема, часто безвкусная в своей бесшабашности. Но здесь же читали новые произведения, шли утонченные беседы. Здесь Блок прочел свою снежную маску в присутствии той, которой она была посвящена. Примечание. Это чтение, по всей видимости, состоялось в ночь с 18 на 19 января 1906 года, так как Ивановы впервые услышали снежную маску в предыдущую среду, 12 января, у Блоков. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 269. Выслушав рассказы о башенных нравах, мать поэта загрустила, но к ней часто ходил в то время Евгений Иванов, Женя. Вчера был на башне у Вячеслава, сообщает он предупредительно, Саша серьезен, и сразу ей станет легче. Всеобщим любимцем был этот добрый, умный, все понимающий Женя. В ту же зиму на Лахтинской нарисован был Сомовым портрет Александра Александровича, заказанный художнику «Золотым руном». Примечание. Константин Андреевич Сомов, 1869-1939, закончил работу над портретом в начале мая 1907 года. Подробный анализ портрета, смотри, Долинский, искусство и Александр Блок, Москва, 1985 год, страница 257-263. Ельшевская, модель и образ в русском портрете, начало 20 века, панорама искусств, 4 выпуск, Москва, 1981 год, страница 32-36. Сеансы происходили у Блоков. В эти часы захаживал часто Кузьмин и другие литераторы. Художник тщательно оберегал портрет от посторонних взглядов и показал его только тогда, когда он был вполне закончен. Прежде всего он пожелал узнать мнение матери. Она подошла, и сердце у нее упало. Такое тяжелое впечатление произвел на нее портрет. Сходство только в чертах. Выражение рта и глаз неприятное и нехарактерное для Блока, освещенное художником субъективно. Вместо мягких кудрей на портрете тусклые шерстяные волосы. «Мне не нравится», — сказала мать. «Вы совершенно правы. Мне тоже не нравится», — грустно промолвил художник. К сожалению, этот портрет довольно распространен, а между тем он дает превратное понятие о Блоке. В конце января 1907 года скончался Дмитрий Иванович Менделеев. Его грандиозные похороны с несметной толпой народа и учащейся молодежи, несшие впереди процессии таблицу периодической системы элементов, были событием сезона. Дмитрий Иванович оставил детям некоторое наследство, разделенное поровну между двумя его сыновьями и тремя дочерьми, одна из них от первого брака. Блоки нуждались в то время, и деньги явились очень кстати. С их помощью удалось впоследствии съездить за границу. Весной квартиру на Лахтинской сдали, а вещи поставили в склад. Любовь Дмитриевна уехала в Шахматово. Александр Александрович поселился на время у матери в Гренадерском полку. Франц Феликсович ждал нового назначения. Ему предстояло получить полк, которого он ожидал со дня на день. Лето выдалось жаркое. По вечерам после обеда поэт уходил из дома и направлялся в Озерки, в Сестрорецк, в окрестности Петербурга. В то время к нему часто присоединялся Чулков. Они проводили время в веселых беседах за бутылкой вина. В это лето создались вольные мысли, как известно, посвященные Чулкову. В Шахматове Любовь Дмитриевна готовилась к сцене, изучала роли, занималась пластикой и декламацией. Кроме меня это лето проводила в Шахматове и Софья Андреевна с сыновьями. Александр Александрович приезжал и уезжал опять. Александра Андреевна пожила недолго и снова уехала в Петербург делать покупки, готовиться к отъезду в Ревель, где был только что получен полк. Вскоре приехали и блоки. Они приискивали квартиру и нашли ее на Галерной вблизи Благовещенской площади, ныне площадь труда. Квартира была окнами во двор с одним ходом во втором этаже. Александра Александровича привлекала место и близость к театру Комиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы. В середине сентября Александра Андреевна уехала в Ревель. Отъезд из Петербурга был для нее тяжелым испытанием. Она в первый раз в жизни расставалась с сыном. Кроме того, ее пугали обязанности командирши при полном отсутствии в ней тех свойств, которые необходимы для такой роли. Квартира Блоков состояла из кухни и четырех непроходных комнат, вытянутых вдоль коридора. Средства позволили им на этот раз завести кое-что новое по части обстановки. В артистическом мире славилась в то время некая Брайна Мильман, торговка из Александровского рынка. У нее купила Любовь Дмитриевна стулья красного дерева и книжный шкаф с бронзовым амуром, который обратил на себя ее внимание именно потому, что там к резной старинной дверце прицепился голый мальчик на одном крыле. Из снежной маски. Первые три комнатки были крошечные, четвертая, наиболее отдаленная от входа, просторная, в два окна. Тут поселился Александр Александрович. Осенью 1907 года Александр Александрович написал и послал в весы те стихи, которые теперь вошли во второй том полного собрания, в циклах «Фаина» и «Заклятие огнем и мраком». В течение того же года вышла в петербургском издательстве «Оры», «Снежная маска», в московском «Скорпионе», «Нечаянная радость». В этом же году проданы шиповнику лирические драмы, вышедшие, однако, только в 1908 году. Издания расходились быстро, известность блока росла. Первая зима на Галерной прошла довольно шумно. Постоянно приходили актрисы, весельчак Городецкий, с ним часто Ауслендер, Кузьмин, хохотали, болтали. Александр Александрович часто ходил в театр, часто видался с Волоховой. Любовь Дмитриевна занималась голосом у артистки Мусиной, училась танцем у танцмейстера Преснякова. Несколько раз приезжала из Ревеля Александра Андреевна, она жестоко тосковала по сыне и никак не могла свыкнуться со своим новым положением, тем более, что в Ревеле ее окружали мелкие сплетни и даже доносы. Ее считали революционеркой, и одно время ближайший начальник ее мужа, генерал Пахачев, потребовал ее немедленного удаления из города. Это дело замяли, но жандармские адъютанты, на вечерах любезно присаживаясь к ней, работали вовсю, занимаясь грубейшей провокацией. Между тем, при чувстве желанной революции все настойчивее обладевало душой Блока. Несмотря на всегдашнее отвращение к политике, к партийности и ко всему подобному, ему стали близки по разрушительному духу некоторые политические деятели. В ту зиму завелся обычай собирать деньги на политические цели, то есть главным образом на побеги. Как водится, наряду с подлинными деятелями стали попадаться авантюристы и просто негодяи, которые под видом политики пользовались собранными деньгами по-своему. Иногда удавалось их уличать. Александр Александрович, крайне доверчивый и неопытный, попадался. Но посещавшие его товарища Андрея, некая молодая революционерка Зверева, оказались и подлинными, и достойными всякого уважения. Умная, убежденная девушка с сильной волей была эта Зверева. Примечание. Зоя Владимировна Зверева в замужестве Поливанова, 1880-1956. Сохранилось 23 письма Блока к ней. Часть опубликована. Литературная газета, 1971 год, 28 июля. Александру Александровичу приходилось часто выступать на вечерах, где под благовидными предлогами сборы шли все туда же. И потому, неизменно тяготясь такими выступлениями, он не позволял себе от них отказываться, так как имя его уже и тогда собирало публику. Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только ничего не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чудовищные сплетни были в то время в нравах литературного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходили действительность. Но они оба во всю свою жизнь умели игнорировать всякие толки, и можно было только удивляться, в какой мере они оставались к ним равнодушными. Зимой 1908 года написана была «Песня судьбы». Весной, в период гастролей Московского художественного театра, драма была прочитана комитету, состоявшему из Станиславского, Немировича, Данченко и Бурджалова. Примечание. Блок читал «Песню судьбы» между 5 и 13 мая 1908 года, так как уже 14 мая Бравич писал Федору Комиссаржевскому, Станиславский, Немирович и вообще Ариапак Московского театра очень хорошо об ней отзываются. Литературное наследство, том 92, книга 3, страница 326. Пьеса понравилась. Во время чтения Немирович Данченко восклицал «Боже, боже, какой талантливый мальчик!». Станиславский оживился, особенно после прочтения второго акта, зал выставки. Тут же он стал намечать проекты насчет постановки и сделал несколько замечаний относительно подробностей. Дело считалось почти решенным. Театр берет драму. Но окончательный ответ обещали прислать из Москвы. Осенью 1908 года пришла телеграмма, в которой значилось, что пьеса принята в репертуар художественного театра. Но за телеграммой через некоторое время явилось от Станиславского письмо, длинное, дружеское, со множеством замечаний и окончательным решением не принимать пьесу к постановке. Тогда Блок написал матери в Ревель. «Стало быть, так и надо. Я верю Станиславскому». Примечание. Бекетова путает порядок событий. 7 ноября 1908 года Блок обратился к Станиславскому с письмом о судьбе своей пьесы. Том 8, страница 260. Станиславский ответил телеграммой 14 ноября. «В этом сезоне пьесу поставить не успеем». Станиславский, собрание сочинений, том 7, Москва, 1960 год, страница 414. И 3 декабря отправил большое объяснительное письмо. Там же, страницы 415 и 416. Сравни также письма Блока Станиславскому от 29 ноября и 9 декабря, том 8, страница 263 и 267. Цитата из письма к матери, приведена Бекетовой, не точно. Смотри том 8, 268 страница. Позднее он неоднократно принимался переделывать «Песню судьбы», сокращал, выкидывал целые сцены. Появившись в одном из альманахов-шиповников в 1909 году, она прошла незамеченной, о ней не писали. В 1919 году Алконост выпустил ее отдельным изданием, и Блок внес в рукопись большую часть того, что было им выкинуто. Весной 1908 года в театральном клубе, помещавшемся в доме Шоуо де ла Сера на Литейном, против Симеоновской улицы, намечен был ряд лекций об искусстве. В то время в клубе шла крупная игра в лото, которой пристрастился одно время Александр Александрович. В красивом белом зале клуба Блок прочел лекцию о театре. Лекция, состоявшаяся 18 марта 1908 года, привлекла полный зал. Тема ее — современный театр, модный вопрос о режиссере, характеристика современного актера, дух тоски. Говоря о пропасти, развершейся между современным зрителем и сценой, Блок единственный выход из положения видел в будущем театре большого действия и сильных страстей. Закончил он несколькими словами о народном театре и о мелодраме. Из всего ряда намеченных в то время лекций состоялась только эта, да еще лекция руководителя драматической студии Эттингера об Ипсине. Бакст, Рукавишников уклонились от чтения. Примечания. Смотри о театре. Том 5. 241-276. Осип Григорьевич Эттингер. Журналист и театральный критик. Смотри в письме к матери от 31 марта 1908 года. А лекция Эттингера была совсем скандальная и провалилась. Письма к родным. Том 1. Страница 201. Лев Самойлович Бакст, Розенберг, 1866-1924. Художник. Иван Сергеевич Рукавишников, 1877-1930. Поэт и романист. В том же 1908 году Блок работал над переводом трагедии «Гриль Парцера» про матерь. В ноябре того же года в петербургском издательстве «Пантеон» она была напечатана, а в 1909 году в театре Комиссаржевской поставлена на сцене. С января 1908 года Мирхольд оставил театр Комиссаржевской. Место режиссера занял брат Веры Федоровны, Федор Федорович. Примечание. Федор Федорович Комиссаржевский, 1882-1954, был постановщиком спектакля «Про матерь» по пьесе «Гриль Парцера» в переводе Блока. Смотри о нем «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 86-87. Мирхольд собрал самостоятельную группу из молодых артистов, число которых вошла и Любовь Дмитриевна. Труппа эта вскоре уехала из Петербурга, направив путь по западным и южным городам России. Примечание. Об этой поездке Труппа Мирхольда смотри «Литературное наследство», том 89, страницы 216-247. Бикетова сознательно не пишет, что из поездки Блок вернулась беременной, как и вообще опускает все подробности рождения у нее сына, который она знала. В августе по возвращении жены Александр Александрович приехал вместе с ней в Шахматово, где они прожили тогда до глубокой осени. Сестра Софья Андреевна занята была в то время покупкой собственного имения. Она собиралась поселиться там вместе с глухонемым сыном и заняться хозяйством. Мы с Александрой Андреевной должны были выплатить ей третью часть стоимости Шахматова. Это давало ей возможность совершить новую покупку. Она с сестрой делала полными владелицами Шахматова. Летом этого года Александр Александрович сделал кое-какие изменения в своей квартире. Сломали перегородку между двух маленьких комнат и устроили просторную столовую. После отдыха в Шахматове Блок чувствовал прилив новых сил. Первая половина этой зимы 1908-1909 года прошла бодро и оживленно в непрерывной работе и общении с людьми разных кругов. Александр Александрович деятельно посещал религиозно-философское общество, в котором видную роль играли Мережковский, Розанов, Карташов, Столтнер. Примечания. Антон Владимирович Карташов, 1875-1960, богослов, председатель религиозно-философского общества. Борис Григорьевич Столтнер, 1871-1967, философ. Об отношении Блока к религиозно-философскому обществу смотри записные книжки 118-119. Часто видался с Мережковскими в письме к матери от 26 октября. Он пишет, между прочим, «Мережковский говорит много и красноречиво о самоограничении, о том, что надо полюбить что-то больше себя. Знаю, это прекрасно. Когда придет время, это случится и со мной. Пока же я говорю со всеми тоже много и красноречиво, и волнуюсь, но все кругом темно и скудно». В эту зиму читали перед публикой статьи и рефераты. Прочитав, Блок отсылал их для напечатания в газеты и журналы. В ноябре в Театре Комиссаржевской он два раза прочел свой реферат об Ипсине. Примечание. Об Ипсине Блок читал 2 ноября. Чтение об Ипсине было, по-моему, очень серое, по крайней мере, для меня. Том 8, 258. Второй раз чтение состоялось 21 ноября. Тогда только что начинал свое поприще Клюев. Примечание. Личность и творчество Николая Алексеевича Клюева, 1884-1937, оказали огромное влияние на Блока. Письма Клюева к нему, ответные письма не сохранились, опубликованы. Литературное наследство, том 92, книга 4, страницы 425-523, публикация Азадовского. Смотри также письмо Блока к Ельциной о Клюеве, публикация Ельциной и Клебанова. Литературное наследство, том 92, книга 2, страница 224-231. Базанов. Гремел мой прадед Аввакум. Аввакум, Клюев, Блок. Культурное наследие Древней Руси, Москва, 1976 год, страница 334-348. Он же. Оланецкий крестьянин и петербургский поэт. Север, 1978, номер 9, страница 91-110. Он был в переписке с Александром Александровичем. Считаясь Блоком, любя его, он писал ему по поводу вольных мыслей и упрекал его в интеллигентской порнографии, и в чем-то более сложном, нарочито интеллигентском. От этого более сложного Александр Александрович не захотел отказаться, считая, что это часть его самого, и по поводу Клюевского письма писал матери так. «Веря ему, я верю и себе». Следовательно, говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей. Между интеллигенцией и народом есть недоступная черта. Для нас, вероятно, самое ценное в них – враждебно. Тоже для них. На почве таких мыслей и настроений создался, наделавшись только шума, доклад «Интеллигенция и народ». Впервые он был прочитан 13 ноября 1908 года в религиозно-философском обществе и при большом стечении публики. После заседания, на котором выступали еще Баронов и Розанов, блок окружил человек пять сектантов. Звали к себе. Доклад об интеллигенции и народе возмутил Струве, который заявил Мережковскому, что отказывается печатать его в русской мысли, где он должен был выйти. Мережковский, которому доклад был во многом близок, отстаивал его перед Струве, что послужило одним из поводов его разрыва с русской мыслью. Примечание. О первом чтении доклада «Народ и интеллигенция» смотри том 5, 742-744, «Отклик Мережковского», «Речь», 1908 года, 16 ноября, Петр Бернгардович Струве, 1870-1944, публицист, редактор журнала «Русская мысль», об уходе Мережковских из «Русской мысли» писала блоку «Гипиус», 3 декабря 1908 года, «Блоковский сборник», выпуск 4, страница 164-165. 12 декабря 1908 года состоялось второе чтение доклада «В литературном обществе». Примечание. Описание второго вечера смотри в письме Любови Дмитриевны Блок к кублицкой пиотуха, от 14 декабря 1908 года, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 241-242. Семен Афанасьевич Венгеров, 1855-1920, историк, литературовед, во многих предприятиях, в которых Блок участвовал. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 41-42. Михаил Андреевич Рейснер, 1867-1928, юрист, социолог. Владимир Галактионович Короленко, 1853-1921, председательствовал на собрании. Его отзыв о докладе смотри в письме к Чешихину от 24 мая 1909 года. «Новое и забытое», Москва, 66-й год, страница 142-я. Николай Федорович Анинский, 1843-1912, и Григорий Константинович Градовский, 1843-1915, публицисты. Размышления Блока о выступлении на вечере смотри в записные книжки, 125-126. «Сравни Петрова, Блок и Народническая демократия. Литературное наследство», том 92, книга 4, страница 107-112. Здесь была публика нарочито интеллигентская и, опять-таки, очень многочисленная. Венгеров заявил добродушно, что это уж не доклад, а стихи, зато профессор Рейснер, ученик Александра Львовича Блока, объявил, что Александр Александрович опозорил своим докладом имя глубоко уважаемого родителя, на что молодая социал-демократка с улыбкой возражала. «Зачем стрелять из пушек по воробьям? Это такие миленькие серенькие птички чирикуют и никому не мешают». Заседание вышло знаменательное. О нем Александр Александрович пишет матери. «Оживление было необычайное. Всего милее были мне речь Короленко, огненная ругань Столпнера, защита Мережковского и очаровательное отношение ко мне стариков из русского богатства, Анинского, Градовского, Венгерова и прочих. Они кормили меня конфетами, аплодировали, относились как к любимому внуку с какой-то кристальной чистотой, доверием и любезностью. Зал был полный. Венгеров говорит, что на заседаниях литературного общества никогда не было такого напряжения. Я страшно волновался хорошим внутренним волнением, касавшимся темы, а не публики». 30 декабря. В религиозно-философском обществе прочитан был доклад «Стихия и культура». Примечание. Об откликах на доклад смотри записные книжки, страница 128. В течение зимы и у себя, на дому и в других местах Блок читал «Песню судьбы». Между прочим, с большим успехом прочел он ее на высших женских курсах. Курсистки слушали внимательно, с напряжением. В эту зиму Александр Александрович водился с Мережковским, посещал Сологуба, Вячеслава Иванова, бывал у Розанова, с которым произошло несколько значительных разговоров, оставивших хорошее впечатление. Дружба с Евгением Палычем Ивановым росла. Тут отношения были не только по духу, но и по душе. Хорошо познакомился тогда Александр Александрович и с сестрой Евгения Палыча, Марьей Павловной. Примечание. Марьей Павловной Ивановой, 1873-1941, посвящено одной из самых знаменитых стихотворений Блока «На железной дороге». Эту замечательную девушку он особо почитал всю жизнь. Она и была, и осталась лучшим другом его матери до самой ее смерти. Провожая уходящий 1908 год в письме к матери от 25 декабря, Александр Александрович пишет, «Уходящим полусезоном я очень доволен, усталости не чувствую, напротив». Но, в конце концов, напряженная работа, частые публичные выступления и бесконечные разговоры на важные темы утомили Блока. В феврале 1909 года уже чувствуется в его письмах к матери упадок настроения. Он жалуется на усталость, пишет, что все ему надоело, и кончает так, вообще подумывая о том, чтобы прекратить всякие статьи, лекции, рефераты, чтобы не тратиться по пустякам, а воротиться к искусству. В январе 1909 года в театре Комиссаржевской состоялась постановка про матери. Пожелав присутствовать на первом представлении, приехала из Ревеля мать поэта. Но пьеса успеха не имела. Играли из рук вон слабо, и неинтересная музыка Кузьмина, невеликолепные декорации Бенуа не спасли положение. Особенно слаба была артистка, игравшая главную роль Берты. Фиана в роли Яромира вызвал рукоплескание, и то больше потому, что монолог его был революционен. Примечание. Премьера состоялась 29 января 1909 года. Смотри письмо Комиссаржевскому от этого числа. Александр Николаевич Бенуа, 1870-1960. Знаменитый русский художник. Алексей Николаевич Фиана, 1879-1949. Артист театра Комиссаржевской. Играл также в балаганчике. В роли Берты выступала Эмилия Леонидовна Шиловская, 1884-1952. Еще в феврале месяца у блока взродилась мысль о весенней поездке за границу в Италию. Купаться в море, жариться на солнце, окунуться в итальянское искусство. Все это давно привлекало обоих. Они изучали Бедеккера и составляли маршрут круговой поездки. Примечания. Карл Бедеккер, 1801-1859. Автор знаменитых путеводителей. Итальянские Бедеккеры блока описаны. Библиотека, выпуск 3, страница 10 и 29. Любовь Дмитриевна имеет большую склонность к восприятию изобразительных искусств, особенно живописи. Оба с наслаждением думали об отъезде, готовились стряхнуть груз. Многообразных и тяжелых впечатлений русской действительности, забыть политиканство, дрязги, ссоры. Письмо, написанное блоком матери перед отъездом, рисует настроение. Привожу отрывки. Петербург, 13 апреля 1909 года. Вечером я воротился совершенно потрясенный с трех сестер. Это угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся каким-то чудом незаплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины, которую я завтра, слава тебе, Господи, покину. Последний акт идет при истерических криках. Когда Тузенбах уходит на дуэль, наверху происходит истерика. Когда раздается выстрел, человек десять сразу вскрикивают от страшного напряжения. Когда Андрей и Чебутыкин плачут, многие плачут. И я почти. Чехова принял всего, как он есть, в пантеон своей души и разделил его слезы, печаль и унижение. Это последнее письмо к матери перед отъездом в Италию. Следующее уже из Венеции. 7 мая по новому стилю, 1909. Венеция. Я здесь очень много воспринял. Живу в Венеции уже совершенно как в своем городе. И почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня свои, как будто я здесь очень давно. Очень многие мои мысли об искусстве здесь разъяснились и подтвердились. Я очень много понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии за Беллини и Бокаччо Бокачино, окончательно отвергнув Тициана, Тинторетто, Веронеза и им подобных, за исключением некоторых деталей. Здесь хочется быть художником, а не писателем. Я бы нарисовал много, если бы умел. Теперь же я знаю, что все перечисленное и даже все видимое простым глазом не есть Россия. И даже если русские пентюхи так и научатся не смешивать искусство с политикой, не поднимать неприличных политических споров в частных домах, не интересоваться Третьей Думой, то все-таки останется все та же Россия в мечтах. Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Следующие письма уже из Флоренции. 13 мая 1909. Сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны. В Равенне мы были два дня, это глухая провинция. Городишко спит крепко и всюду церкви, и образа первых веков христианства. Равенна сохранила лучше всех городов раннее искусство. Переход от Рима к Византии. Мы видели могилу Данта. Древнейшая церковь, которой при нас отрывали из-под земли мозаичный пол 4-6 века. Сыро, пахнет, как в туннелях железной дороги, и всюду гробницы. Одну я отыскал под алтарем, в темном каменном подземелье, где вода стоит на полу. Свет из маленького окошка падает на нее, на ней нежно-лиловые каменные доски и нежно-зеленая плесень, и страшная тишина кругом. Удивительные латинские надписи. Флоренция совсем столица после Равенны. Трамвай, толпа народу, свет, бичи щелкают. Письмо из Флоренции о 25 мая. Здесь уже нестерпимо жарко, и мускиты кусают беспощадно. Но Флоренцию я проклинаю не только за жару и мускитов, а за то, что она сама себя продала европейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все свои дома и улицы. Остается только несколько дворцов, церквей и музеев, да некоторые далекие окрестности, да боболей. Остальной прах я отрисаю от своих ног. Так же, как и в Венеции, Беллини, здесь Фра Беато стоит на первом месте. Не по силе, а по свежести и молодости искусства. Рафаэля я полюбил, Леонардо очень, Микеланджело только несколько рисунков. Следующее коротенькое письмо из Перуджии. Здесь только несколько слов о том, что ходили по горам и видели этрускую могилу. Потом открытка из Сиенны. Сиенна уже одиннадцатый наш город, в ображении устало. Между Перуджии и Сиенны были еще Асизи, Сполетто, Монтефалько, Орвьетто, Кьюзи. Потом поехали в Пизу и, наконец, длинное письмо из Милана. Считая Сиенну одиннадцатым городом, Александр Александрович вспомнил и маленький Фолиньо, местечко, отмеченное в его путешествии тем, что он написал там стихотворение «Искусство ноша на плечах». Собрание сочинений, том третий. Из Милана поэт извещает свою мать о том, что в Рим уже не поехали, жарко, устали, надо ехать туда зимой. А из Милана поедут во Франкфурт и оттуда в смежный с ним Наугейм, после чего по Рейну до Кёльна. И оттуда в Берлин и домой. Из Милана, пишет он, между прочим, так, подозревая, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели, чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей, всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполетто, Леонардо и все, что вокруг него. А он оставил вокруг себя необозримое поле разных степеней гениальности, далеко до своего рождения и после своей смерти. Меня тревожит, мучает и погружает в сумрак, в родимый хаос. Примечание. Перефразировка строки стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветер ночной». Настолько же утешает меня и ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много. Перед Рафаэлем я коленопреклоненно скучаю, как в полдень перед красивым видом. Очень близко мне все древнее, особенно могилы этрусков, их сырость, тишина, мрак, простые узоры на гробницах, короткие надписи. Всегда и всюду мне близок, как родной, искалеченный итальянцами латинский язык. Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя. Не переделает никакая революция. Следующее письмо из Наугейма, 25 июня. Здесь необыкновенно хорошо, тихо и отдохновительно. Меня поразила красота и родственность Германии. Ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все проникнуто. Теперь совершенно ясно, что половина усталости и апатии происходила от того, что в Италии нельзя жить. Это самая нелирическая страна. Жизни нет, есть только искусство и древность. И потому, выйдя из церкви и музея, чувствуешь себя среди какого-то нелепого варварства. Родина готики, только Германия, страна наиболее близкая России. Кроме всего этого, я нежно полюбил Наугейм. Он почти тот же, так же таинственно белеют и дымят шпрудели по вечерам, парк, леса, деревни и Фридберг с дворцом и садом, все те же. На днях я поеду во Франкфурт за твоим письмом. Отсюда мы только поднимаемся по Рейну до Кёльна и, осмотрев его, уедем прямо в Петербург. В следующем письме из Наугейма, 27 июня, он пишет уже о том, что нам обоим очень хочется скорее в Шахматово. Потом коротенькое письмо из Петербурга. Приедем 30-го, это уже старый стиль, стало быть, июнь, рано утром. Просит выслать на станцию лошадей. Плавание по Рейну и Кёльн великолепны, как и вся Германия. А въехав в Россию, я опять понял, что она такое, видав утром на пашне, трусящего под дождем на худой лошадке одинокого стражника. Примечание. Бекетова соединяет цитаты из двух разных писем от 23 и 22 июня 1909 года. Письма к родным, том 1, страница 272. Пока блоки путешествовали по Италии, мы с Александрой Андреевной старались наладить шахматовское хозяйство, которое по обыкновению шло неважно. Наша непрактичность, бесконечная доверчивость и неумение обращаться с людьми портили дело. После смерти родителей по совету Анны Ивановны Менделеевой мы взяли приказчика латыша с женой и взрослой дочерью. Сначала все шло прекрасно. Латыши много и хорошо работали, все наладили, и шахматово стало окупать свои издержки, тогда как до сих пор оно вводило только в расходы. Но латыш оказался деспотом, был непомерно груб и скоро стал поворовывать. Вообще человек на редкость неприятный. Хотелось его сменить. В конце концов, после крупной истории ему отказали, латышская семья уехала из шахматово, а мы решили отказаться от хозяйства и взяли русского арендатора, который, прожив у нас год, испортил и распродал наш скот, окончательно расстроил хозяйство и оказался несостоятельным во всех отношениях. Когда в конце июня блоки вернулись из-за границы, арендатору радовались. Можно не хозяйничать, вышли из-под гнета латыша, но на деле оказалось хуже прежнего. Блоки вернулись веселые, довольные. Жизнь пошла своим чередом. Сестра Софья Андреевна нашла себе хорошее имение в двадцати верстах от шахматова. Но здоровье Александра Андреевны было плохо, расстроил ее Ревель, и она не оправилась и летом. Нервы пришли в такое состояние, что зимой был приглашен специалист, доктор, который стал настаивать на санатории. После заграничной поездки и шахматовского лета блоки чувствовали себя освеженными и окрепшими. Цикл итальянских стихов, написанных частью еще в Италии, чрезвычайно нравился всем причастным к литературе. Цикл этот напечатан впервые в только что возникшем тогда Аполлоне. Весы и Золотое руно прекратили свое существование. За итальянские стихи блок удостоился избрания в Совет общества ревнителей художественного слова, существовавшего при Аполлоне, где числились уже Брюсов, Кузьмин, Вячеслав Иванов, Иннокентий, Анинский. Совет собирался по понедельникам и называл себя Академией. Здесь читались доклады, разбирались стихи. Иногда случалось Александру Александровичу и председательствовать, а 8 апреля 1910 года в этой Академии он прочел свой доклад о символизме, вещь, в которую он впоследствии придавал всегда серьезное значение, так как здесь, сколько возможно, было выставлено его кредо. Примечание. Доклад назывался «О современном состоянии русского символизма». Том 5, 425, 436. «Об обстоятельствах, предшествовавших докладу, смотри литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 365, 366. После доклада Вячеслав Иванов демонстративно обнял и расцеловал поэта, а от Андрея Белого из Москвы Блок получил письмо, в котором Борис Николаевич отметал возникавшие в то время недоразумения и, присоединяясь к высказанному кредо, сызнова братался с поэтом. Примечание. Восторженное отношение Иванова было вызвано тем, что доклад Блока являлся непосредственным откликом на его доклад «Заветы символизма» в переработанном виде «Аполлон, 1910 год, номер 8». Белый не реагировал на доклад сразу, хотя получил о нем информацию своевременно. Ответил он примирительным письмом лишь после публикации текста доклада в «Аполлоне». Письмо от конца августа, начало сентября 1910 года. Смотри, Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Москва. 1940 год. Страница 233. Ответ Блока. 8 том. 314-315. Это письмо было первым за два года. Итальянское путешествие оставило след в жизни Блока. Он стал живее и любовнее относиться к живописи, которая до сих пор не играла роли в его переживаниях. Кроме того, он воспринял итальянскую старину. «Италия XV века стала для меня привычной областью жизни», — пишет он матери в Ревель. «Пишу итальянские фильеттоны», — прибавляет он дальше. «Из этих фильеттонов, или вернее статей, напечатана тогда только маленькая статейка Маски в журнале «Маски». Монте-Лука вышло уже в записках мечтателей. В 1920 году все шесть статей появились в собрании сочинений, том 7, под общим названием «Молнии искусства». С людьми Александр Александрович продолжает водиться настойчиво и в этот сезон 1909-1910 года. Бывал он у Мережковских в религиозно-философском обществе. С Мережковскими происходили вечные споры. Их догматизм, тенденциозность, мертвенность вызывали в нем протест и досаду. С матерью переписывался он очень деятельно, как во все годы ее пребывания в Ревеле. Он сообщал ей вкратце обо всем, что делал, о встречах и настроениях, время от времени посылал ей новые стихи. Средства его в ту зиму были не блестящие, приходилось писать ради денег даже в газетах. Но когда из Одессы получилось приглашение прочесть несколько лекций, несмотря на выгодные условия этого предложения, Александр Александрович все-таки от него отказался. Не хотелось ему выступать публично, несмотря на частые зовы. Лишь в исключительных случаях, каким явился в тот год 50-летний юбилей Литературного фонда, он не считал возможным отказываться. Примечание. Бекетова опирается на письмо Блока к матери, а 28 октября 1909 года придется согласиться только участвовать на вечере по поводу 50-летия Литературного фонда 15 ноября в зале Тенишева. Буду там читать стихи Майкова, вероятно, из трех смертей. Письма к родным, том 1, страница 278. По всей видимости, в вечере Блок не участвовал, так как был болен. 18 ноября 1909 года поэт получил первое известие об опасной болезни отца. Весть пришла из Варшавы от ученика Александра Львовича Спекторского. Примечание. Евгений Васильевич Спекторский, 1875-1951, был первым биографом Александра Львовича Блока. Смотри письма Блока к нему. Литературное наследство, том 92, книга 2, страница 297-308, публикация Шаломовой. Александр Александрович тотчас отправился ко второй жене отца Марии Тимофеевне, жившей с дочкой Ангелиной в Петербурге. Ангелину видел он перед тем всего один раз, когда ей было 10 лет. Примечание. Ангелине Александровне Блок, 1892-1918, посвящена первая редакция поэмы «Возмездие», о ее памяти книга «Ямбы». Теперь это была 16-летняя девушка, только что окончившая курс гимназии. Марья Тимофеевна сообщила Блоку, что отец безнадежен. Чахотка, болезнь сердца. Александр Александрович медлил отъездом. Но пришло еще одно известие. Отец при смерти. И 30 ноября поэт уехал в Варшаву. Прибыв туда 1 декабря вечером, сын уже не застал отца в живых. Он опоздал всего на несколько часов. Подробности похорон и последующих впечатлений с точностью описаны в поэме «Возмездие». В Варшаве за разборкой вещей и книг, за выявлением подробностей о наследстве, пришлось пробыть не одну неделю. Здесь Блок видался и с военными родственниками, и сестры, и с профессорами, познакомился ближе и со спекторским, чрезвычайно преданным учеником Александра Львовича Блока. Да, сын любил тогда отца. Возмездие. И действительно, после всех тяжких впечатлений, которые остались от посещения отца в Петербурге, Александр Александрович оценил после его смерти то, что было в нем глубокого и крупного. О том, как он видел в последний раз отца на Пасхе 1909 года, он писал матери. На Пасхе Александр Львович понравился нам с Любой совершенно особенно. Очевидно, именно потому, что в нем уже была смерть, и он понимал многое, чего живые не понимают. Но прошло время, и в письме от 18 января 1910 года он писал из Петербурга. «Отцовский мрак находится еще на земле и вокруг меня увивается. Этого человека надо замаливать». В Варшаве сошелся он с сестрой, которая очень ему понравилась. Сестра интересная и оригинальная, и чистая. У нас много общих черт, например, ирония. Но в чем-то очень существенном коренная разница кажется в том, что она немятежна. 19 декабря Александр Александрович вернулся в Петербург. Ему очень хотелось к матери. Сирен Горел желанием поделиться с ней варшавскими впечатлениями, сообщить ей новые проекты и планы. Наследство, полученное после отца, он с сестрой поделил поровну. Каждый получил около 40 тысяч рублей, что давало возможность жить независимо и устроить шахматовские дела. В конце декабря он приехал к матери. За ним и Любовь Дмитриевна. Новый 1910 год встречали в Ревеле вместе. Александр Александрович приехал бодрый, но его беспокоило нездоровье матери, хотя он сильно надеялся на санаторию, так как не мог себе представить, как глубоко засела в ней ее нервная болезнь, которая уже не поддавалась лечению. Тяжелое нервное состояние притупляло в ней даже радость свидания с сыном. Глава восьмая. И еще две комнаты из соседней квартиры. Матери предоставляет просторное помещение в два окна. За перестановку вещей он по обыкновению принимается жаром и все время доволен тем, что выходит по-новому и при том гораздо удобнее, просторнее и красивее прежнего. В письме к матери от 18 января 1910 года он горячо уговаривает ее отказаться от визитов и других светских обязанностей. Письмо его на эту тему очень характерно. За то, что ты делаешь визиты, а Франции к тебе это позволяет, я прямо сержусь на вас обоих. Всякому человеку нужно быть хотя бы до минимума таким, каков он есть. Таковы для нас с тобой, обоих совершенно одинаково, отношения с обыкновенным посторонним ближним. Я знаю твердо, что если я начну исполнять обязанности вроде твоих, хотя бы по отношению к родственникам Марии Тимофеевны Блок или к своим, то я долго не выдержу. Потому я по неволе, по обязанности перед самим собой должен экономить себя и ни за что не отдам ни одной части своей души или досуга или времени таким посторонним людям. В противном случае я могу сойти с ума без всяких преувеличений. Ни о карьере, ни о спасении приличий уже не может быть и речи при условии твоих припадков. Здесь Александр Александрович говорит о тех припадках эпилептического характера, которым подвержена была его мать. Доктора называют их эпилептоидами. Они связаны с болезнью сердца, начинаются с момента неописуемого блаженства или страдания, затем краткого беспамятства. Они сопровождаются известной степенью духовного просветления и очень тяжелы по своим последствиям. Потеря памяти, растерянное и удрученное состояние, обычные явления жизни получают характер чего-то дикого и страшного. Блок торопит мать скорее бросить Ревель, скорее переезжать в Петербург. По этому поводу он пишет 29 января. «Прямо в санаторию ехать не следует уже, потому что тебе нужно выговориться со мной». И 22 января. «Экономить на этом ни в коем случае нельзя. Вообще надо отнестись к этому очень серьезно. А деньги хотя бы часть взять у меня, это будет для меня первая настоящая реальная и приятная трата, кроме шахматово». Среди всех этих дел и забот возникает новый животрепещущий интерес. Почти в каждом письме к матери говорится о комете Галлея и о другой, которая должна появиться в январе 1910 года. 11 января. «Известно ли тебе, что кроме кометы Галлея, безопасной, вроде Натальи Николаевны, идет другая, неизвестная, настоящая, незнакомка?» Примечание. «Имеется в виду Наталья Николаевна Волохова. Хвост ее, состоящий из синерода, отсюда синий взор, может отравить нашу атмосферу, и все мы, помирившись перед смертью, сладко заснем от горького запаха миндаля в тихую ночь, глядя на красивую комету. «Я очень оживлен», — пишет он 13 января, — «комета, разумеется, главная причина». Но обе кометы оказались безопасными. О комете я как-то перестал думать, или думаю редко. 27 января. Мать приехала к сыну в Петербург в начале февраля, а в марте муж увез ее в санаторию доктора Соловьева в Сокольнике, подле Москвы. Александр Александрович продолжает писать матери так же часто и в санаторию, где она пробыла тогда пять месяцев. Лето выдалось жарко, условия санатории были хорошие. В начале апреля Александр Александрович пишет матери о смерти в Рубеле, описывает его похороны, на которые собрались все художники, но речь произносил только он. Эту речь, тщательно ее переписав, он тут же в письме и шлет матери. Впоследствии он сильно ее переделал. Напечатана она была в журнале «Искусство и печатное дело» за 1910 год. В номерах 10 и 11 под редакцией Еремича. Примечание. Степан Петрович Еремич, 1869-1939, художник и искусствовед. Этот 1910 год журнал весь посвящен Рубелю. В эту весну Александру Александровичу приходилось часто говорить публично, приходилось выступать печатно. «Я терзаюсь статьями», — пишет он матери, — «хочется быть художником, а не мистическим разговорщиком и фильетонистом». Его тянет в шахматово, отдохнуть от разговоров, сутолоки и статей, втягивающих его в чуждую ему сферу публицистики и отвлекающих от творчества. Настроение у него мрачное, угнетает его болезнь матери, которой сначала в санатории было тяжело, и это отражалось на ее письмах к сыну. Но среди всего этого он не пропускает ни одного спектакля серии «Кольцо Нибелунга». В эту весну средства позволили ему абонироваться, и он с жадностью слушает и воспринимает музыку Вагнера, сыгравшую роль в его внутренней жизни, повлиявшую на его творчество. Еще в предыдущем 1909 году, прослушав генеральную репетицию Тристана Изольды, поэт писал матери «Музыка — вещь самая влиятельная, ее влияние даром не проходит». В эту весну Блок поддерживает сношение с Вячеславом Ивановым. У него на дому устраивается спектакль, ставит пьесу Кальдерона. Пьеса Кальдерона «Поклонение Кресту» была поставлена Мирхольдом в так называемом Башенном театре 19 апреля 1910 года. Подробное описание спектакля «Смотри, Владимир Пяст. Встречи. Москва. 1929 год. Страницы 169-186». «Видятся Блоки и с Мережковскими. Разногласия между ними продолжаются, но с Зинаидой Николаевной Александру Александровичу как-то легче. Просто она живее», — объясняет он. «Видится с молодым писателем Алексеем Толстым. Появляется на горизонте Скалдин. Скалдин — совершенно новый и очень интересный человек», — пишет Блок матери. «Примечания. Алексей Дмитриевич Скалдин. 1885-1943. Поэт и прозаик, выходец из крестьян. Смотри, Скалдин. О письмах Блока ко мне. Письма Александра Блока. Ленинград. 1925 год. Страницы 175-182». Часто приходит к нему сестра Ангелина с матерью. Ангелина глубоко религиозна, в жизни ее огромное место занимает церковь, но она тоже ищущая, и под влиянием брата начинает посещать религиозно-философские собрания. Мать Ангелины сразу приходит в ужас от вольности такого направления. Посещение общества приходится оставить. Ангелина тоже пишет стихи, очень интересные, но неталантливые, по выражению брата. В конце пасхальной недели на Коломяшском ипподроме начались полеты авиаторов. Весна выдалась исключительно ранняя и теплая. Погода была блистательная. Блоки увлеклись полетами. Раза четыре ходили они смотреть авиаторов. В полетах людей, даже неудачных, есть что-то древнее и сужденное человечеству. Следовательно, высокое, пишет он матери. Описывая неудачи Латама с Антуанеттой, он прибавляет. Все это, однако, было очень замечательно. Миллионная толпа, весенний день и изящнейшая Антуанетта. Примечание. Антуанетта. Имя его Летучки. Письма к родным. Том 2. Страница 74. Но главным интересом этой весны, помимо всего, являлись планы перестройки шахматовского дома. Выплатив тетке Кублицкой третью часть из полученных по наследству денег, Александр Александрович обдумал план радикальной перестройки. Флигель, в котором они с женой жили первые годы, пришел в совершенную ветхость, и он решает водвориться в доме. Заводится переписка с плотником, живущим по соседству с Бабловым. Прежде всего, нужно готовить лес, собрать артели рабочих. Один из денщиков Франца Феликсовича едет в Шахматово присмотреть за началом работ, а в апреле, на Фоминой неделе, отправляются туда и блоки. В одном из первых писем к матери из Шахматова сын старается ободрить ее. «Мама, я вчера получил твое письмо и весь день печалился. Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил. Утром ведь утро, а вечером вечер. И я тоже буду об этом стараться, изо всех сил, в Шахматове. Первое время, чтобы потом, наконец, увидеть мир». Примечание. Неточность Бекетовой. Письмо от 12 апреля 1910 года, которое она цитирует, было написано в Петербурге. Следующие письма полны подробностями перестройки, хозяйства. Пришлось выпроваживать арендатора, нанимать нового работника. За хозяйство взялась Любовь Дмитриевна. И яровые сели, и коров покупали, и лошадей. Все, разумеется, на деньги блока. Для ремонта пришлось собрать целую артель. Кроме плотников, явились тверские печники и московские маляры. Всего 30 человек. Дом решено было ремонтировать и внутри, и снаружи. Перестилали полы, чинился фундамент, ставились новые печи, дом красили снаружи, переклеивали внутри. Крыша из красной стала зеленой, как была при первоначальной покупке Шахматова. Окна, двери, все было перекрашено заново. Балкон сломали. На его месте сделали прихорошенький новый. И, наконец, пристройка. Над просторной комнатой старой боковой пристройки воздвигли такую же в виде второго этажа. Все это покрыли новой крышей, а из верхней комнаты, предназначавшейся для самого хозяина, образовался переход в мезонин, где Александр Александрович устроил библиотеку. Все свободные от окон стены покрыли фанерой и полками, куда снесены были все книги из старого дома. В промежутках развесили портреты Леонардо да Винчи, Толстого, Пушкина, Достоевского, большую фотографию Джо Конды, привезенную из Парижа в Рубелевскую царевну-лебедь. Посреди комнаты большой стол и мягкие стулья. Сюда привозили груды книг из Петербурга, и много из этого безвозвратно погибло во время революции. Часть шахматовской библиотеки Блоковская ассоциация в Москве отыскала в Волысполкоме в селе Вертлинском, находящемся в Десяти верстах от Шахматова. Примечание. Смотри, Журов. Шахматовская библиотека Бекетовых Блока. Публикация Минс и Лесневского. Ученые записки Тартовского государственного университета, выпуск 358, Тарту, 1975 год, в приложении «Опись сохранившихся книг». Из верхней, новой комнаты пристройки, где поселился Александр Александрович, открывался далекий вид. Нижние стекла окон вставлены были красные. Комната вышла светлая, просторная. Внизу у Любови Дмитриевны было потемнее. Широкое итальянское окно ее комнаты выходило в сад, на большущий куст ярких прованских роз, которые были в полном цвету и на солнце, как жар, горели. Приехав в Шахматово и начав перестройку, Александр Александрович часто писал матери. «У нас все очень интересно и масса событий», — говорит он. Сообщает подробности относительно выдворения нового работника Николая, жены его, Арина и их детей, пишут о покупке новой тележки и бочки для воды, о том, что похудевший за зиму заслуженный Серый отъелся, собаки потолстели. И Серый даже очень силен. Он возит из долины камни для фундамента. Александр Александрович с любовью обдумывает каждую мелочь, и кипящая вокруг него работа не утомляет его, а только поднимает его дух. «Нас в усадьбе с рабочими масса народу, и весело». И в другом письме. «Приехав, ты увидишь крышу зеленую, балкон белый, печи из рассовы и нашу пристройку двухэтажную». Усталость от книжности, интеллигентности и жадность к сношениям с рабочими сказывается во всем. Он ведет с ними разговоры. «Все разные, и каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента. Я разговариваю с ними очень много. Одно их губит. Вино. Вещь понятная. Печник старший. Говорит о печной душе. Младший лирик. Очень хорошо поет. Один из маляров, вылитый Филиппо Липпи. И лицом, и головным убором, и интересами. Говорит все больше о кулачных боях. Тверские каменщики — созерцатели природы». Так проходит весь май. В июне уже заметно утомление, между прочим, жара и засуха. Но главное, конечно, сложность и ответственность дела. С одной стороны, он торопит рабочих, желая скорее перевести мать. С другой стороны, начинаются неожиданные препятствия, дрязги, оттяжки, выпрашивание на чай и пропадание в казенке, ссоры с подрядчиком, который, как водится, плохо кормит. Приходится разбирать недоразумения, подбадривать рабочих. Дело затягивается. Рассчитывали кончить к Петрову дню к концу июня. И то скоро. Блок очень беспокоился, как понравится матери перестройка и некоторые новые затеи. В конце концов, возня с рабочими совсем его замучила. «Мне строительство до смерти надоело», — пишет он матери в конце июня. «И я всеми силами стараюсь кончать его». И в следующем письме. Домостроительство есть весьма тяжелый кошмар, однако результаты способны загладить все перипетии ухаживания за тридцатью взрослыми детьми. Во время стройки я жила у сестры Софьи Андреевны в ее новом имении Сафонове. Приехав на сутки в Шахматово, я заметила, что Блок вместо обычной поправки похудел, глаза у него были красные, вид озабоченный. Наконец, в Казанской, 8 июля старого стиля, покончили со всеми плотничьими и печными делами. В Шахматове остались одни маляры, которые кончали наружную окраску. Обновленный дом сиял свежестью, весь серый, с белым и с зеленой крышей, но старинная уютность его не была нарушена, все переделки были выдержаны в его стиле. Я приехала за несколько дней до сестры. При мне Блоки кончали уборку комнаты Александра Андреевны, в столовой он вешал большую светлую лампу, купленную и привезенную из Петербурга. Наконец, Любовь Дмитриевна съездила в Москву и привезла Александру Андреевну из санатории. Она плохо поправилась, все воспринимала довольно тупо, но через несколько дней, попривыкнув к новому, стала радоваться тому, что опять видит сына. Он надеялся на санаторию, рассчитывая увидеть большую перемену в здоровье матери, но был разочарован. Все пошло своим чередом. Любовь Дмитриевна хозяйничала, а Александр Александрович тут же задумал строить новое помещение для работника. Сестра Софья Андреевна, я, Анна Ивановна Менделеева, приехавшие погостить тете Соня, все восхищались обновленным шахматовым, изобретательностью и вкусом хозяина. Блоки решили остаться тут на всю зиму. Пока в усадьбе работали маляры, было оживленно, пелись песни по вечерам. Особенно утешал нас своим пением маляр Ванюшка, тот, которого Блок сравнивал с Филиппо Липпи. Но ушли рабочие, и стало тихо. Усадьбу вычистили, занялись убранством дома. Все мы полюбили библиотеку. Она вышла уютная и милая. Вид оттуда открывался на сад и окрестные дали. Прежде это была комната покойной сестры Екатерины Андреевны Красновой, и в память об этом на полку поставили ее портрет. В свою комнату Александр Александрович привез старинный блоковский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. В нем были секретные ящики, где Блок сохранял письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, девичий дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь без возврата. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное, неизвестно. В эту осень мы с сестрой уехали из Шахматова поздно, в половине октября. Блоки остались вдвоем. Александр Александрович тотчас же нанял колодезника, рыд новый колодезь. Водяной вопрос всегда был слабым местом в Шахматове. Не раз и отец пробовал рыть колодцы, рыли в разных местах и на большую глубину, и, стратив изрядную сумму денег, бросали это дело, потеряв надежду на воду. В Шахматове был колодец, но ездить с бочкой приходилось под гору далеко от усадьбы. Блок решил попробовать еще раз. Но и тут повторилась та же история. И в конце концов пришлось упорядочить старый водоем, почистить его и поставить новый сруб для воды. Александр Александрович подробно пишет матери о погоде, о работах, о житии в обновленном доме. От 18 октября. Мама, у нас метель, в лесу уже много снегу, мы переселились совсем в пристройку, обедаем в маленькой комнате. Такая была внизу, рядом с комнатой Любовь Дмитриевны. Очень тепло. Как только вы уехали, старый дом стал огромным и пустым. От 22 октября. У нас был два дня сильный ветер, дом дрожал. Сегодня ночью дошел почти до урагана, потом налетела метель, и к утру мы ходили по тихому, глубокому снегу. Сейчас к вечеру уже оттепель, мы слепили у пруда болвана из снега, он стоит на коленях и молится. Однако прожить здесь зиму нельзя. Мертвая тоска. 29 октября. Колодезная авантюра мало вносит интереса, вообще тосклива и страшно пусто. Октябрь другого характера, чем петербургский. Светлее, но петербургский я предпочитаю. На чистоту черно-желтый. В одном из писем Александр Александрович сообщает матери, что сильно занят составлением сборника стихов для издательства «Мусагет». Он готовил ночные часы. Сообщает о том, что много читает, что близок ему нитьше. Планы о зимнем житье в шахматове брошены. Получив из Москвы телеграмму такого содержания «Мусагет», «Альциона», «Логос», «Приветствуют», «Любят», «Ждут» Блока. «Мусагет», «Альциона», «Издательство», «Логос», «Философский журнал». Александр Александрович подумывает о том, чтобы перед отъездом в Петербург заехать в Москву. 31 октября он пишет «Мама, я опускаю это письмо к тебе и уезжаю в Москву, а Люба в Петербург завтра. Читала ли ты прилагаемое известие о Толстом?» Дело идет об уходе Льва Николаевича Толстого. Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском в религиозно-философском обществе в Москве. Лекция «Трагедия творчества» в московском религиозно-философском обществе. 5 ноября он пишет уже из Петербурга «Мы сегодня нашли квартиру хорошую, петербургская сторона, малая монетная, 9, квартира 27, 6 этаж, мансарда, лифт, 4 комнаты, ванна, комната для прислуги, 55 рублей, совсем контракт на 10 месяцев, сноска блока. Комнаты в этой квартире были маленькие, невысокие, из комнаты блока балкон, светло, а из окон далекий вид на Каменно-Островский проспект, на лицейский сад, большой особня князя Горчакова напротив, при нем сад, где снует симпатичный породистый пес, которого Блок наблюдает с любовью. В столовой водрузили еще одно блоковское наследие — огромный диван с ящиками. Комнаты устроили по обыкновению целесообразно и со вкусом. Блоку очень нравилась эта квартира, он назвал ее молодой в письме к матери. Понятно, помещалась она на вышке, и не было в ней ни следа оседлости или быта. Этой зимой 1910-1911 года, собрав окончательно ночные часы, Александр Александрович послал их в Мусагет для напечатания. В сезон 1911-1912 года вышли в Мусагете вторым изданием и три тома — стихи о прекрасной даме, нечаянная радость, снежная ночь. Уход Толстого волновал и радовал Александра Александровича. По поводу этого события и всех его последствий он даже читал газеты, что вообще не входило в обиход его жизни, и случалось лишь периодически. Газеты читал он разные. 10 ноября 1910 года он пишет матери в Ревель. Ты говоришь оскорбительно. Конечно, все известия и мнения оскорбительны, но я не знаю, чьи более, правые или левые. Пожалуй, левые. Они лежат на животе и пищат. Новое время холодно и малословно, а для меня всего важнее. Относительно семьи я тоже не совсем с тобой согласен. Иначе говоря, эта пошлость не так вредна, как другие некоторые, например, Милюков и Родичев, едущие на автомобиле на похороны. Примечание. Павел Николаевич Милюков, 1859-1943, и Федор Измайлович Родичев, 1856-1933, лидеры партии кадетов. Кроме того, никто из семьи не соврал, что у Толстого было намерение раскаяться. Все-таки это много. Эта зима 1910-1911 года снова проходит на людях. Александр Александрович часто и охотно встречается с Вячеславом Ивановым, видится с профессором Аничковым и его семьей. Блоки вдвоем бывают у него в доме, где царит гостеприимство. Сам Евгений Васильевич Аничков, ученый-профессор западнического склада, отличается веселым и добродушным нравом. Александра Александровича он любил. У него вообще бывали писатели Сологуб, Чулков, Верховский, Ремезов, Книжнин, Пяст. Аничков вел знакомство со всеми литераторами Петербурга. Примечания. Владимир Николаевич Книжнин и Войлов, 1883-1942, поэт и литературовед, автор биографии Блока, Книжнин Александр Александрович Блок, Петроград, 1922 год. Смотри также «Литературное наследство», том 92-й, книга 3-я, страницы 84-85. Евгений Васильевич Аничков, 1866-1937, историк литературы, критик, прозаик, сводка данных о его взаимоотношениях с Блоком в «Литературном наследстве», том 92-й, книга 3-я, страница 27-я. Издатель старых годов, барон Дризен, устраивал у себя вечера, которые тоже посещались Блоком. Примечание. Николай Васильевич Остен Дризен, 1868-1936, не был издателем журнала «Старые годы». Его издавал библиофил Вейнер. Ошибка Бикетовой вызвана, видимо, тем, что он был одним из основателей старинного театра и постановщиком в нем «Действо о Теофиле» в переводе Блока, а также издателем ежегодника императорских театров. Он также был цензором «Розы и Креста». Письма Блока к нему смотри. Книги, архивы, автографы «Ленинград», 1973 год, страница 39-я, 42-я. Смотри также конечный Блок и театрально-литературные беседы «Среды» Дризена. Блоковский сборник, выпуск 5-й, страница 74-я, 87-я. Видался он и с сестрой Ангелиной, и со всеми понемногу. С Городецким устраиваются катания на лыжах, для этого отправляются в лесной. Зато с Мережковскими произошел временный, но острый разрыв. Еще летом 1910 года Мережковский написал фильетон, рассердивший Блока, которого он осыпал едкими упреками, касавшимися и вообще символистов. Примечание. Мережковский «Балаган и трагедия», русское слово, 1910 год, 14-го, 27-го, сентября. Обвинения были направлены по обыкновению в сторону недостатка общественности. По тону и по характеру нападок фильетон был так неприятен, что Александр Александрович рассердился не на шутку, даже против обыкновения, и написал Мережковскому накануне его отъезда в Париж резкое письмо. В конце ноября он пишет матери, я вообще чувствую себя уравновешенно, но сегодня изнервлен этими отписками Мережковскому. Это просто противно. Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие по наследству символизм с запада, Мережковский, Минский, растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. Примечание. Николай Максимович Минский, Веленкин, 1855-1936, поэт и философ, принадлежал к старшему поколению русских символистов. К тому же они мелкие люди, слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают все в одну кучу, религию, искусство, политику и так далее, и так далее. И придаются истерике. Мережковскому мне просто пришлось прочесть нотацию. Получив от него длинный ответ в смиренном тоне, с уверениями в искренности и взволнованности, Александр Александрович еще к пущу рассердился. Лучше бы он не писал вовсе, пишет он матери. Письмо христианское, елейное, с объяснениями мертвыми по существу. Примечание. Письмо от 24 ноября 1910 года. Блоковский сборник, выпуск 4, страница 184-186. Написав ответ еще более резкий, Александр Александрович истратил весь запас своего гнева и не стал возражать Мережковскому печатно, несмотря на то, что собирался сделать это непременно. Гнев его остыл. Дружески сговорился он в этот год и с Борисом Николаевичем Бугаевым, Андреем Белым. В письмах к матери сообщает он, что Боря женится, что Боря уезжает отдохнуть за границу. С севера Африканского побережья, куда уехал тогда Борис Николаевич, Александр Александрович стал получать частые длинные письма. Между тем жизнь на людях продолжается. «Я от разговоров из немог», — пишет Блок матери. Утонченные, глубокомысленные разговоры и среди всего этого вдруг неожиданная встреча в трамвае, встреча с Барабановым, бывшим товарищем по гимназии. Барабанов — известный икар, танцор и комик. И Александр Александрович пишет матери. Раз в трамвае я встретился с Барабановым икаром. Мы хохотали всю дорогу. Он от простой веселости, а я от того, что не мог смотреть на него без смеху. С гимназии он потолстел, но ничего актерского в нем нет. Танцевать стал случайно и непосредственно. 14 декабря 1910 года на вечере, посвященном памяти Владимира Соловьева, Блок читал свою речь «Рыцарь-монах». Кроме него, ценного на этом вечере было мало. Сестра философа Поликсена Сергеевна произнесла нечто выдающееся. А вообще в устройстве этого поминания проявилась и безвкусие, и бестактность его устроителей. Александр Александрович написал об этом матери. Соловьевский вечер прошел вяло, так что лучше бы его не было. Я начал второе отделение. Публика, встретившая и проводившая хлопками, не понимала или пряталась в себя, так что я стал сокращать. Примечание. Вечер проходил в зале Тенишевского училища. На Рождестве, съездив на несколько дней к матери в Ревель, надарив ей новых книг и показав приготовленный для печати сборник стихов, Александр Александрович вернулся домой и новый 1911 год встретил дома. За лето 1910 года блок плохо поправился, угнетала его ответственность. Тут и стройка, и хозяйство с переменой рабочего персонала. Прежде всем этим заведовала мать, теперь же за это взялись молодые. Плохая поправка сказалась во второй половине сезона. После Нового года пришлось обратиться к доктору, который нашел неврастению, упадок сил. Посоветовал лечение спермином, шведский массаж. Летом купание в теплом море. Спермин подействовал прекрасно. После восьмого вспрыскивания блок заметно окреп, о чем писал матери. Лечение массажем и гимнастикой начал он в конце февраля. К шведу массажист уходил три раза в неделю, объяснялся с ним по-немецки. И все это вместе очень ему нравилось. Матери он писал так. «Массаж идет успешно. Швед хвалит мою великолепную мускулатуру». У меня вокруг спины и груди уже образуется нечто вроде музыкального инструмента. Массажист уже называет меня атлетом, потому что я выжимаю гирю не с большим трудом, чем он. Примечание. Здесь Бекетова соединила отрывки из двух писем от 8 и 19 марта 1911 года. В эту зиму Александр Александрович увлекался французской борьбой, на которую ходил в соседний цирк. Все нравы и обычаи этого спорта он изучил. Вид борьбы не только занимал, но и бодрил его. По его словам, борьба поднимала его дух, побуждала его к творчеству. В то время он писал уже свое возмездие, которому, впрочем, уже значительно позже дал это название. Прилив физических сил после лечения спермином вызывает некоторый перелом во всем его существе. 21 февраля 1911 года он пишет матери. Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически и, соответственно, нравственно, и потому у меня много планов, пока неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому-нибудь морю, может быть, за границу, может быть, куда-нибудь в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень декаденства отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей, при том, в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны, я общественное животное, у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми, все более по существу. С другой, я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановления и кровообращения, пойду сегодня уговориться с массажистом, но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов. И эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни. Довольно неожиданно для меня, год назад я был от этого очень далек, с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и пошлейшей романы Брешки Брешковского, который ближе к Данту, чем Валерий Брюсов. Примечания Николай Николаевич Брешко-Брешковский, 1874-1973 Журналист, билетрист, автор многочисленных романов «Все это совершенно неизвестная тебе область. В пояснении могу сказать, что в этом мой европеизм. Европа должна облечь формы и плоть то глубокое и всеускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа. Отсюда постоянные требования формы, мое в частности, форма плоть идеи. В мировом оркестре искусства не последнее место занимает искусство легкой атлетики и та самая французская борьба, которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме. У меня есть очень много наблюдений собственных над искусством борьбы, над качеством отдельных художников, которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало, больше ремесленников, над способностью к этому искусству разных национальностей. Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной, голландец Ван Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время, и во всякое, вероятно, может возникнуть только тогда, когда, первое, поддерживаешь непосредственное, некнижное отношение с миром, и второе, когда мое собственное искусство роднится с чужими, для меня лично с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой. Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций, и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена насчет должного расширения. Не знаю, исполню ли я что-нибудь в этом направлении, пока, во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой. В первый раз о поэме упоминает Александр Александрович в письме к матери от 3 января 1911 года. «Вчера я дописал почти поэму, которую давно пишу и хочу посвятить Ангелине». Затем 25 января. «Я очень деятельно пишу поэму, она разрастается». В одном из мартовских писем упоминается о том, что он читал поэму Ангелине, который при всей разительной разнице наших воспитаний, поэма нравится. В феврале сошлись две годовщины, две памяти, в чествовании которых должен был принять участие и Блок. В 15 февраля его вызывали в Москву, где он должен был прочесть свою речь о Владимире Соловьеве, читанную им в Петербурге год назад. Но, сославшись на легкое нездоровье, Александр Александрович в Москву не поехал, и речь его прочел за него кто-то другой. Примечание. Речь Блока прочел Сизов. Об этом вечере смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 378 и 381. 10 февраля от торжественного чествования памяти Комиссаржевской он тоже уклонился. Матери от 10 февраля он пишет, «Мама, я сейчас был в лавре на панихиде по Комиссаржевской. Сегодня вдруг весна, все тает, устаешь от воздуха. На кладбище пошел надув и москвичей, и петербуржцев. Сегодня должен был читать на литературном утре в театре, а вечером в Москве. Вчера получил сборник памяти Веры Федоровны. Она не только не забывается, но выросла за год. Там хорошие портреты и моя речь». Эта речь произнесена была за год перед тем, тотчас после похорон Комиссаржевской в зале городской думы. Кончина Веры Федоровны почти внезапная. От оспы в Самарканде, куда она заехала на гастроли со своей труппой, вызвала в свое время сильное волнение в передовых кругах Петербурга. В этом волнении замешан был и блок, знавший ее лично. Вместе с той многотысячной толпой, которая встречала ее тело на Николаевском вокзале, встречал его и он. Речь, произнесенная им в ту годину, вошла в числе других в собрание сочинений Блока. Примечание. Об обстоятельствах смерти Комиссаржевской и ее похоронах смотри «Сборник памяти Комиссаржевской. Санкт-Петербург, 1911 год. Страница 310-371. Рыбакова. Комиссаржевская. Ленинград, 1971. Страница 188. Речь Блока была опубликована 12 февраля 1910 года в газетах «Речь и современное слово». В этом году одним из больших его интересов был решительно интерес к общественной жизни. «С остервенением читаю газеты», — пишет он матери. «Речь стала очень живой и захватывающе интересной. Милюков расцвел и окреп, стал до неузнаваемости умен и широк. Ненавижу русское правительство. Новое время». И моя поэма этим пропитана. Примечание. Бекетова здесь соединила письма от 3 марта и 21 февраля, а поэма «Возмездие». Дело дошло до того, что Александр Александрович пошел на лекцию Милюкова «Вооруженный мир и ограничение вооружений». Примечание. Лекция состоялась 22 марта 1911 года. Остался доволен этой лекцией. Нашел ее блестящей, умной. Лекция Милюкова была для меня очень нужна. И в одном из предыдущих писем правительства всех стран взорвались окончательно. Может быть, еще и нам придется увидеть три великих войны, своих Наполеонов и новую картину мира. К роду интересов такого разряда приходится отнести и увлечения книгой Семенова о японской войне. Примечание. Смотри. Семенов. Расплата. Книга первая. Порт Артур и поход второй эскадры. Санкт-Петербург. 1910. Расплата. Книга вторая. Бой при Цусиме. Санкт-Петербург. Цена крови. Продолжение расплаты и боя при Цусиме. Санкт-Петербург. 1910. Блок. Писал матери 8 марта 1911 года. Я читаю очень интересную и жуткую книгу милого морского офицера Семенова о японской войне. Письма к родным. Том 2. Страница 133. Об этой расплате Александр Александрович с одобрением несколько раз упоминает в письмах к матери. Тогда же смягчилось его отношение к Мережковским и к философову, их неизменному единомышленнику. Уже в начале января он пишет в Ревель. Читаю новую повесть Зинаиды Гиппиус в русской мысли. Видел ее во сне и решил написать примирительное письмо Мережковскому. Примечание. Повесть Гиппиус чертова кукла. Русская мысль. 1911 год. Номера 1-3. Письмо Блока к Мережковскому неизвестно. Ответы на него Мережковского и Гиппиус от 24 января 6 февраля 1911 года. Смотри Блоковский сборник, выпуск 4-й страницы, 186-я, 188-я. А в конце января уже и ответ получил, о чем опять-таки сообщает в Ревель. Получил очень хорошие и милые письма от Мережковских из Канн. Они оба очень рады тому, что я исчерпал инцидент. В одном из последующих писем с Философовым мы поцеловались. Примечание. Автор путает последовательность писем. Первая цитата взята из письма от 30 января, вторая от 21 января 1911 года. В эту зиму Александр Александрович часто видится с Пястом. Пяст затевает издание журнала с таким составом сотрудников. Редакционная комиссия Пяст, Аничков и Блок, ближайшие сотрудники Вячеслав Иванов, Ремезов, Книжнин, Юрий Верховский. Из этой затеи, кроме совещаний, ничего не вышло. Как-то не сговорились. Вячеслав Иванов предлагал тогда же издавать дневник трех писателей, Андрея Белого, Блока, Вячеслава Иванова. Три разных отдела, объединенных только тем, что все трое живут об одном. Примечание. О проекте журнала Пяста, предполагавшееся название «Символист», «Путник», «Стрелец», смотри, «Пяст», «Встречи», «Москва», 1929 год, страницы 186-188. Второй замысел, связанный с первым, трансформировался в издание журнала «Труды и дни», смотри, из переписки Александра Блока с Вячеславом Ивановым, публикация Катрелева, «Известие Академии наук СССР», серия «Литература и языка», том 41-1982, номер 2, страница 172-174, «Лавров», «Труды и дни», русская литература и журналистика начала 20 века, «Буржуазно-либеральные и модернистские здания», Москва, 1984-й, страницы 195-196-я. Тогда не осуществились эти затеи, но Александр Александрович много времени проводил с «Пястом», они гуляли вместе. В одном из писем к матери он пишет об этом так, «Вчера мы удивительно хорошо гуляли с «Пястом», прошли пешком из Левашова в юбки, на шоссе ели хлеб с колбасой, в юбках пили чай и катались с высокой горы на санях». Между прочим, пишет он матери о некоторых встречах с женщинами, «Мама, ко мне вчера пришла Гильда, меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит». Примечание. Героиня драмы Ипсона — строитель Сольнес. Гильдой Блок называл Скворцову в замужестве Косилову. Родилась в 1891 году, дата смерти неизвестна. Ее письма Блок уничтожил, письма Блока к ней неизвестны. Черновики некоторых опубликованы в составе дневника Блока, том 7, 90, 92 страницы, 94, 100, 120, 122, 125, 138. Смотри, Владимир Орлов, конец Гильды, в его книге «Здравствуйте, Александр Блок, Ленинград, 1984 год, страница 150, 153». Я пошел с чувством скуки, но и с волнением. Мы провели с ней весь вчерашний вечер и весь сегодняшний день. Она приехала специально ко мне в Петербург, зная мои стихи. Она писала ко мне еще в прошлом году иронические письма, очень умные и совершенно не свои. Ей 20 лет, она очень живая, красивая, внешне и внутренне, и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме, совершенно похожа на Гильду. И говорит все, как должна говорить Гильда. Мы катались, гуляли в городе и за городом, сидели на вокзалах и в кафе. Сегодня она уехала в Москву. Такие свидания с Гильдой повторялись. Она для этого приезжала из Москвы. И переписка между ними продолжалась перерывами до последних лет. В письме от 8 марта Александр Александрович пишет матери. «Я нашел красавицу-еврейку, похожую на черную жемчужину, в розовой раковине. У нее тициановские руки и ослепительная фигура. Впрочем, дальше шампанского и красных роз. Дело не пошло. И стало грустно». В январе 1911 года мать сообщила Александру Александровичу, что муж ее получил бригаду в провинции, и перед отъездом они оба собираются провести весну в Петербурге. Для этого надо нанять меблированную квартиру. В поисках такой квартиры Блок провел немало времени. Найти дешевое и порядочное помещение было нелегко. Наконец, в том же доме номер 9, на Монетной, освободилась такая квартира, и Александр Александрович взял ее для матери. Бригада была получена в Полтаве. Отдаленность места пугала и мать, и сына. Блок уговаривал мать остаться в Петербурге. Она не знала, на что решаться, но на лето, во всяком случае, собиралась в Шахматово, куда хотел приехать на некоторое время перед отъездом, за границу. И Александр Александрович. Любовь Дмитриевна отправилась за границу на все лето. Она решила основаться на одном из морских купаний и ожидать там приезда мужа. До конца июня Александр Александрович жил в Шахматове. Он провел там шесть недель. Надо было присмотреть за постройкой нового дома для работника Николая. Значительную часть своего капитала истратил он тогда на Шахматово. Но и на поездку хватило. Приехав в Петербург в конце июня, он провел там около недели, доставал деньги из банка, советовался с доктором, посещал друзей. Доктор не нашел у него никаких болезней, но нервы в таком состоянии, что на них следует обратить внимание. Через два-три месяца правильной жизни все должно пройти. Сообщая в письме к матери все подробности совещания с доктором, Александр Александрович пишет о том, как он провел последние дни перед отъездом. Вчера был у Пяста в Парголове, а третьего дня в Царском. То и другое было совершенно разно и очень хорошо. С Женей мы носились на велосипедах два часа в Баблово, а с Пястом долго гуляли и сидели в Шуваловском парке. В субботу я поехал в Парголово, но не доехал, остался в Озерках на цыганском концерте, почувствовав, что здесь судьба. И действительно оказалось так. Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необыкновенные вещи, потом под проливным дождем в сумерках ночи на платформе сверкнула длинными пальцами в броне из острых колец, а вчера обернулась кровавой зарей. Глава девятая. Уехал блок пятого июля вечером. Следующее письмо получено в Шахматове уже из Вержболова. Через Берлин, Кёльн, Париж Александр Александрович отправился в Британь, в купальное местечко Абервах, где ожидала его жена. Из Берлина открытка. Мама, я уже в Берлине пью кофе и спал скверно, потому что был увлечен полетом поезда и ультрафиолетовыми лучами ночника. Удивительный и знакомый запах в Германии. Из Кёльна тоже открытка. Пришлось пересесть в первый класс. Из Ганновера до Кёльна. Потому что на Фридрихштрассе сели в мое купе французские буржуа и австрийские лакеи и стали ругать Россию. С таких невообразимо мещанских точек зрения, что я бы не мог возразить, если бы и лучше говорил по-французски. Из Парижа Блок прислал матери целую коллекцию карточек с изображением Химер Нотр-Дам. Париж ему сразу очень понравился, кажется, в первый и последний раз в его жизни. Вот что он пишет отсюда матери. Мама, вчера еще утром я был на Унтерден-Линден, а вечером я стоял на мосту Гогенсольдернов над Рейном и был в Кёльнском соборе. А сейчас пришел из Нотр-Дам, сижу в кафе на углу Рю-де-Риволи против фотель-де-Виль, пью лимонад. Поезд мчался еще быстрее, чем в Германии. Жара, вероятно, до сорока градусов. Воздух дрожит над полотном, ветер горячий, Париж совсем сизый и таинственный, но я не устал, а напротив чувствую страшное возбуждение. Париж мне нравится необыкновенно, он как-то уже и меньше, чем я думал, и оттого уютно в толпе. Страшно весело, вокруг гремят и кричат, я сижу почти на улице. Следующее письмо уже из Аберврака, 24 июля. Мама, я здесь уже третий день. Третьего дня выехал из Парижа, было до 30 градусов. Все изнемогали в вагоне, у меня уже начало путаться в голове. Так было до вечера. Вдруг поезд пролетел два коротких туннеля, и все изменилось, как в сказке. Суровая страна со скалами, колючим кустарником и папоротником, и густым туманом. Это влияние океана уже за час до Бреста. В Бресте рейд полон военных кораблей. Я подумал, и вдруг решил ехать на автомобиле и не ночевать в гостинице. 36 километров мы промчались в час. Очень таинственно. Ночь наступает, туман все гуще, и большой автомобиль с фонарем несется по белым шоссе, так что все шарахаются в сторону. И черные силуэты церквей. Наконец появились маяки, и мы, проблуждав некоторое время в тумане, нашли гостиницу и въехали во двор. Мы на берегу большой бухты, из которой есть выход в океан. Живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк, за 10 километров от нас в море, освещает наши стены, вспыхивая каждые пять секунд. Рядом с ним поменьше, красный. Кроме того, значки на берегах. Все для обозначения фарватера. Вчера был легкий бриз, и мы выезжали на парусной лодке в океан, а потом в порт Аберврака, где стоит угольщик. Этот угольщик, разоруженный фрегат 20-х годов, который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Примечание. Мексиканская экспедиция 1861-1867 годов. Его зовут Мельпомен. На носу Мельпомена белая статуя, стремящаяся вперед в море. Пустые люки от пушек, а в окнах видны дети. Нет ни брони, ничего. Мачты срезаны наполовину, рей сняты. А когда-то воевал. В конце этого письма приписка. Большая медведица на том же месте. На юго-востоке звезда, похожая на маяк. Совершенно необыкновенен голос океана. Следующие письма из Аберврака написаны на целых коллекциях карточек с местными видами. Купа не нравится, идет хорошо. Гостиница прекрасная. 27 июля. Мы живем в доме 17 века, который был церковью. Рядом с моей комнатой прячут обломки кораблей. Во всех письмах, кроме подробностей обихода и купания, описываются особенности океана, приливы, отливы, появление на горизонте кораблей. Можно представить себе ужас океана, только увидев его. Между тем, только на днях мимо нас прошла японская эскадра в Шербург. Постоянно ходят военные корабли. Наконец, есть корабли Гамбург-Америка-Лайн. Сноска линий Гамбург-Америка. Втрое больше самого большого броненосца. До восьми тысяч человек и груз. И все это кажется маленьким. И должно зорко следить за маяками и сигналами. Из того же письма. В письме от 2 августа 1911 года говорится. Завтракаем в 12 часов с англичанами, которые живут с нами. Семейство простое. Мы постоянно разговариваем и купаемся вместе. После завтрака ходим гулять далеко. Обедаем в 7 часов. Потом гуляем всегда на гору над морем. Очень разнообразные закаты. Масса летучих мышей, сов и чайки кричат очень музыкально во время отлива. На всех дорогах цветет и зреет ежевика среди колючих кустов и папоротников. Много цветов. Сегодня видели высокий старый крест. Каменный, как всегда. На одной стороне Христос, а на другой Мадонна смотрит в море. Кресты везде. Купался я сегодня девятый раз. Уже дольше четверти часа. Не могу от удовольствия вылезти из воды. Учусь плавать. Всю кожу жжет. Вода холодная обыкновенно. Все это, кроме купания, иногда однообразно и скучновато. Развлечение единственное. Когда бывают прощенные дни. Свадьбы. Постоянно. Песни. И когда в порт к нам приходят яхты. Вчера на закате вошел в бухту великолепный трехмачтовый датчанин. Очень хорошие собаки. К нам пристает и иногда гуляет с нами хозяйский щенок Фело. Раз, когда я купался, он считал своим долгом плавать за мной. Страшно уставал. У него билось сердце и приходилось брать его в море на руки. Во время отлива по дну ходят свиньи, чайки, кармараны. Чернь пожинает великолепную пшеницу, тяжелую, точно вылитую из красного золота. Здесь очень тихо и очень приятно посвятить месяц жизни бедной и милой Британии. По вечерам океан поет очень ясно и громко, а днем только видно, как пена рассыпается у скал. И, наконец, последнее письмо из Аберврака. Он надоел и решено уезжать. Едут в Квимпер. Но перед отъездом Александр Александрович пишет матери длинное письмо с описанием нравов. Пишет он, что надоело им, между прочим, неотъемлемое качество французов, а бритонцев, кажется, по преимуществу. Невылазная грязь, прежде всего физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать. Говоря кратко, человек, сколько-нибудь брезгливый, не согласится поселиться во Франции. Говоря о душевной грязи, Александр Александрович описывает французских барышень, купающихся вместе с ними, их холодное бесстыдство. Пишет об этом с большим отвращением. Занимательные здешние жители, пишет он дальше, в них есть Чеховская, так как Британия осталась в хвосте цивилизации, слишком долго служа только яблоком раздора между Англией и Францией. Например, единственный здешний доктор, всегда пьяный старик с длинной трубкой, у него зеленые глаза, как у всех приморских жителей, но на одном багровый нарост. Он мягок, славоохотлив и глубоко несчастен внешне, но кажется внутренне счастлив. Всегда ему кажется, что его кто-то ждет и кто-то к нему должен прийти. С утра до вечера бегает взад и вперед по набережной. Его давно уже заменил горбатый доктор из соседнего села, приезжающий в маленьком автомобиле. Но он не смущается, всегда в повышенном настроении от аперитивов, рассказывает иностранцам историю соседних замков, все перевирая и негодуя одинаково на революцию и на духовенство. Это через 122 года. И таскает толстую книгу «Жития бретонских святых». Очень интересная книга. Я из нее кое-что почерпнул. Дальше Александр Александрович пишет об архитекторе, которому не удалось его архитекторство, о чем он постоянно рассказывает, грустя о том, что вместо того принужден был жениться на дочери фабриканта и заняться выработкой йоды и соды. Все они с восторгом вспоминают о Париже. Париж предстоит им всем как обетованная земля, всегда и неизменно в виде Москвы для трех сестер. Описывается в письме и домовладелец, который удит рыбу, охотится и с восторгом вспоминает, как его напоили в Петербурге, где он был с эскадрой адмирала Жерве. Примечание. Французская эскадра прибыла в Кронштадт 11 июля 1891 года в связи с заключением Русско-Французского союза. Об англичанах, с которыми приходится проводить много времени и пить чай после купания под смоквой и под грушей, сообщаются интересные подробности. Сам глава семьи, аргентинский корреспондент из Лондона, сообщает по подводному кабелю и посредствам фильетонов, написанных под грушей в Абер в Раке, но помеченных Лондоном, все, что может интересовать аргентинских фермеров. Однажды в жаркий день сообщил он в Америку из-под груши о том, что в Лондоне на съезде донтистов дебатировался вопрос о челюстях Габсбургов. У англичанина семья, жена, которая одна из первых получила высшее женское образование в Англии, сын 12 лет, очень веселый, шлавливый и здоровенный мальчик, великолепный клоун, и рыжая-красная дочь лет 17, который играет на рояле, танцует на всех балах и предпочитает оксфордских и кембриджских студентов, блазированным лондонским. Примечание. Блазированный, присыщенный. От французского блазе. Все семейство ярые велосипедисты, спортсмены и великолепно плавают. Мы всегда вместе и едим, и купаемся. Раз пригласили мы их ехать в море, но только что миновали последние скалы, пришлось вернуться. У меня приключилась морская болезнь, и они же отпоили меня коньяком. Есть еще немало интересных жителей, о которых можно бы написать. Разные морские волки, пьяные ловцы креветок, полудевы от 6 до 12 лет, которые торчат целый день полуголой на берегу и кричат друг другу голосами уже сиплыми, забавляясь со своими мальчишками. Все это даже неудивительно. По-видимому, это обычный способ формирования французской девы. Пуссель, уменьшительная от блохи, девственница. На днях вошли в порт большой миноносец и 4 миноноски, здоровые сигналами друг с другом и с берегом, к элеваторной колонной, все как следует. Так как я в этот день скучал, особенно, и так как как раз в этот день газеты держали в секрете совещание французского посла в Берлине с Кидерлен Вехтером, германский министр иностранных дел, то я решил, что пахнет войной, что миноносцы спрятаны в нашу бухту для того, чтобы выследить немецкую эскадру, которая пройдет в Африку, через Ла-Манш, разумеется, и так далее. Сейчас же стал думать о том, что немцы победят французов, жалеть жен французских моряков и с уважением смотреть на довольно корявого командира миноноски, который проходил военной походкой по набережной. Я, как истинный русский, все время улыбаюсь злорадно на цивилизацию дредноутов, дантистов и пуссел. По крайней мере, над этой лужей, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду, можно умыть руки. Над всем этим стоит культура, неудачно и неглубоко названная этим именем. Ее я и поеду смотреть, начиная с покачнувшегося иконостаса Куимпер. Пиши в Париж. Из Куимпер целый ряд писем. Там пришлось прожить дольше того, что предполагалось, потому что у блока разболелось горло и повысилась температура. Но августовская жара и лекарства, прописанные тамошним доктором, скоро помогли. Куимпер и красивый стар, он оказался гораздо цивилизованнее Абер-врака. 20 августа. Сегодня последний день праздников, начавшихся с успения. Я сижу у окна, только что прошла сильная гроза, вижу, как балаганщики выбиваются из сил, чтобы заработать напоследок. Перед моим окном две карусели. Тут же описываются все звери, которые представляют балагани. Слоненок, обезьяна, принц Альберт, зебра, собаки, кошки, попугаи. Обо всех этих зверях самые симпатичные отзывы. Около уборной слоненка почти всегда теснится группа поклонников. Карусель свистит, музыка играет во всех балаганах разная. В поющем кинематографе воет граммофон, хозяева зазывают, заглушая музыку криками. На улице орет газетчик, а к отелю подлетают бесчисленные автомобили со свистом, воем и клокотанием. Здесь не только масса французов на отдыхе, но и богатые американцы, англичане. То пролетит огромный автомобиль с развивающимся американским флагом, разорванным от ветра. То автомобиль, на котором сидит огромный черный лев с разинутой пастью, очень талантливо сделанный. Оказывается, просто чудо вакса под маркой «Черный лев». Я читаю всевозможные «Я все знаю» и до десяти газет в день парижских и местных. Пью до пятнадцати чашек чаю и съедаю до десяти яиц. Все это уже надоело, и я хотел бы поскорее поправиться и ехать прямо в Париж, потому что Британь при всей прелести, например, Куимпера, а также некоторых костюмов, которые мы видели, наконец, благодаря праздникам во всей пышности и во всем разнообразии, все-таки какая-то латышия, отвратительный язык, убогие обычаи. Сыкотворение Брюсова к собору Кемпера могло бы относиться к десятку европейских соборов, но никак не к этому. Он не очень велик и именно небезгласен. Все его очарование в интимности и в запахе, которого я не встречал еще ни в одной церкви, пахнет теплицей от множества цветов, очень уютные гробницы, много утварей, гербов, статуй, сводиков, лавочек и прочее. Башни его не очень давно перестроены, готика прекрасная, но невеликая, и даже в замысле искривления алтаря нет величия, хотя много смелости, талантливо, но не гениально. Несмотря на то, что мы живем в Британии и видим жизнь, хотя и шумную, но местную, все-таки это Европа, и мировая жизнь чувствуется здесь гораздо сильнее и острее, чем в России. Отчасти благодаря талантливости, меткости и обилию газет при свободе печати, отчасти благодаря тому, что в каждом углу Европы человек висит над самым краем бездны и рвет укроп ужасное занятие, как говорил Эдгар, вводя слепого Глостера Пополю, сноска сцены из «Короля Лира Шекспира», и лихорадочно изо всех сил живет в поте лица. Жизнь — страшное чудовище, и счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле. Так я слышу голос Европы, и никакая работа, никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмысленность, до которой дошла цивилизация. Ее подчеркивают напряженные лица и богатых, и бедных, шныряние автомобилей, лишенные всякого внутреннего смысла, и пресса, продажная, талантливая, свободная и голосистая. Сегодня английские стачки кончаются, по-видимому, но вчера бастовало до 250 тысяч рабочих. Это всемирный рекорд, говорят парижские газеты, и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в самой демократической стране. При этом одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия, нечего и говорить, потому что 60% английской промышленности сосредоточена в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях больших пароходов сгнили фрукты, рыбы и прочее. Не было хлеба, не было света. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды, у которых только что отнята их знаменитое Вето, уверяли в парламенте, что все благополучно, и кончая обществом эсперантистов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в самой демократической стране, где рабочие доведены до иступления 12-ти часовым рабочим днем в доках и низкой платой, и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку супер-дреднаутов. Именно все силы в последние годы, когда Европе некогда тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли времена романтизма. В Германии и Франции нисколько не лучшим. Вильгельм ищет войны и по-видимому будет воевать. Французы запоминают лихом Наполеона Третьего и собираются умереть за родину. Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и втайне для этого нет никаких причин более, потому что все прошло. Славянская никогда не входила в их цивилизацию, и, что всего важнее, пролетала каким-то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне особенно интересно. Я надеюсь наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса. Его отрасли в самой существенной для меня теперь в одном уголке Парижа. На задворках Нотр-Дам, за моргом, есть островок, где жили Бодлер и Теофиль Готье. Теперь там в старом доме польская библиотека и при ней маленький музей Мицкевича. Иначе говоря, на этом островке, малообитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак. В следующем письме из Кемпера от 24 августа описывается знаменитое похищение Джоаконды в Париже. Итак, мне не суждено увядать Джоаконду. Не знаю, описаны ли в России все подробности ее исчезновения. Здесь газеты полны этим. 22 утром я лежал в постели и размышлял или мне полуснилось, не помню, о том, как американский миллиардер похищает Венеру Милосскую. Через час Люба приносит газету с известием о Джоаконде. Она была на месте в понедельник в 7 часов утра. В этот день Лувр закрыт для публики, пускают только художников и прочих известных лиц. Народу, однако, было много. Требовалась огромная смелость и профессиональная ловкость, чтобы улучшить время снять картину, пройти через две залы, спуститься по маленькой лестнице и снять раму, стекло, нисколько их не испортив. Это было сделано в Атерклозете. Потом надо было нести картину по улице, она довольно великая и на деревянной доске. В 10-м часу ее хватились и в 12-м уже Лувр был закрыт и до сих пор не открыт. Вся парижская полиция на ногах. Удивительна все-таки история этой картины. Джоаконда получала письма хранители Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения. Наконец 27 августа приехали в Париж. Остановились в одном из отелей латинского квартала. Но жара не прекращалась и под влиянием жары и засухи Париж производил особенно тягостное впечатление. Париж, Сахара, желтые ящики, среди которых как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов. Мертвая Нотр-Дам, мертвый Лувр. В Лувре глубокое запустение, туристы, как полотеры в заброшенном громадном доме, потертые диваны, грязные полы, тусклые темные стены, на которых сереют внизу Дианы, Аполлоны, Цезарь, Александры и Милосская Венера с язвительным выражением лица от того, что у нее закопченная правая ноздря. И наверху Рафаэля, Монтэнни, Рембрандтэ и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джоаконда. Печальный, заброшенный Лувр, место для того, чтобы приходить плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина, единственная, кража Джоаконды — дреднауты. Впрочем, парижанам уже и это весело. На улице кричат с утра до ночи. Ты видел Джоаконда? Она нашлась. Десять сантимов. Или Джоаконда, ее улыбка вместе с конвертом все за десять сантимов. В следующем письме 4 сентября из Парижа Блок уже прямо пишет «Я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел. Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда». Дальше описываются улицы, площади, сады, нравы Парижа. Все в самых тоскливых тонах. Могила Наполеона Давидсман Мартра единственное это оставило в нем хорошее впечатление. И в конце письма он прибавляет «Вследствие всего этого я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург искать квартиру. Затем уже 5 сентября следует открытка, а за нею письмо из Антверпена, который Блоку очень понравился. Огромная, как Нева Шельда, тучи кораблей, доки, подъемные краны, лесистые дали, запах моря, масса церквей, старые дома, фонтаны, башни. Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно. Жарко не так, как в Париже. Вообще уже благоухает влажная Фландрия. Завтра поеду в Брюгге легенд. Брюгге не понравился. О нем Лок пишет уже из Роттердама 10 сентября. Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали северную Венецию, довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно, каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам. Повертывая обратно, а теперь новый вид. Не правда ли? Но ничего особенно нового. Другая бузина, другой подсолнух и другая собака облаивают лодку с берега. В следующем письме из Амстердама Александр Александрович пишет о жаре, о том, что кусают москиты, путешествовать надоело, и теперь он поедет через Берлин прямо в Петербург. Из Берлина по обыкновению с чувством удовлетворения едва переехали и голландскую границу, стало приятно, очень я люблю немцев. Вслед за этим письмом мать получила увесистый конверт с карточками зверей из зологического сада и с раскрашенным портретом Кайзера. На обратной стороне карточек написано 16 сентября. Я в Берлине отдыхаю, хотя здесь тоже шумно и людно, и хотя я целые дни проводил в музеях. Все музеи художественные, я уже осмотрел. Здесь не то, что в Париже. Искусство можно видеть и понимать. Большого так много, что сразу приходишь в отчаяние, но потом начинаешь вникать и видеть. Хождение по музеям целая наука и особого рода подвижничество. В Германии, и надо отдать справедливость, в Голландии и Бельгии, музеи устроены почти идеально в смысле особого уюта и обстановки. Вчера узнал о покушении на Столыпина. Примечание. Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин был смертельно ранен Багровым в Киеве 1 сентября 1911 года, умер 5 сентября. Зологический сад помог преодолеть суматоху, возникшую от этого в душе. Хочу завтра пойти к Рейнгарту. Идет Гамлет. Примечание. Макс Рейнгард. 1873-1943. Знаменитый немецкий театральный режиссер. Наконец, от 18 сентября последнее письмо из-за границы. Вчера было очень хорошее впечатление в Гамлете. Смотреть Александра Моиси во второй раз уже значительно хуже, чем в первый. Он был Эдипом. Примечание. Александр Сандро Моиси. 1880-1935. Немецкий актер. Однако, он очень талантливый актер. Это берлинский качалов, только помоложе и потому менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно. Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака. Нет, отвечает Горацио, серебристо-черная, как при жизни, тогда Моиси отворачивается и тихо плачет. Офелия была очень милая, акварельная. Великолепный актер играл короля, такого короля в Гамлете я вижу в первый раз. Он был, как две капли воды, похож на Мартына, шахматовский работник, латыш, и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Гильденштерн, и Фортенбрас, и Королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес, и Марцелл стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только кусочек Горацио, а Гамлет пришел в теплой шубе, все это очень хорошо. Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского, и нашего Шекспира. Все благородство молчания и аристократизм его, они переселяют в женщин, и Офелия, и Софья молчаливы, от того приходится болтать принцам, Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам, но я предпочел бы, чтобы и они были несколько воздержаннее на язык. Оба ужасно либеральничают и этим угождают публике, которая того не стоит. Рейнгард, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени, не то петухи вдали, а, впрочем, неизвестно, что, как всегда бывает в этих случаях. Следующее письмо от 7 сентября прислано в Шахматово уже из Петербурга. Я очень рад, что вернулся. По Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купе первого класса, дав пруссаку три марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких за границей никто не ведет. Сразу Родина показала свое и свиное, и божественное лицо. В Шахматове после отъезда блока за границу мы с сестрой жили невесело. Она все болела, ее пугало переселение в Полтаву. Но в августе вдруг из Полтавы пришло от Франца Феликсовича радостное письмо. Он получил бригаду в Петербурге. Это был счастливый момент в нашей жизни. Александра Андреевна тотчас же написала об этом сыну, и он ответил ей уже из Берлина, что весь день радовался и доволен тем, что это так естественно устроилось. Квартиру в этом сезоне блоком переменить не пришлось. Не нашли ничего подходящего и остались на монетной. Мать и отчим поселились на офицерской сорок против литовского замка. Мать и сын виделись часто, и на монетную часто ходил деньщик с какими-нибудь записками или посылками. Бывало и так, что придет по почте коротенькая записка, всего несколько слов. Мама, тебе очень грустно, а я думаю о тебе, Саша. Такие посылки несказанно ободряли мать. В ноябре месяце все вместе блоки, Кублицкий и я, взяли ложу в Мариинский театр и отправили слушать Хованщину. Всех нас поразила опера Мусоргского. Александр Александрович был нервен и волновался. Ему нравился Шаляпин. На другой день мать получила от него письмо. Хованщина еще не гениальна, то есть не дыхание Святого Духа, как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее, но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание Духа. Эта зима 1911-12 года прошла под глубоким и стойким впечатлением. Александр Александрович узнал Стринберга, на которого указал ему Пяст. Указал настойчиво, так что и потом Александр Александрович неоднократно повторял «Пяст научил меня Стринбергу». Примечание. О своем отношении к Стринбергу Пяст подробно пишет в книге воспоминаний встречи. Блок посвятил Стринбергу статью памяти Августа Стринберга. Том 5, страница 463-469. Знакомство с произведениями Стринберга он считал одним из событий своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада – такое сочетание казалось блоку докрайности, знаменательным, и в этом периоде он рассматривал все события своей жизни с точки зрения Стринберга. В феврале 1912 года приехал в Петербург Бугаев. Блок виделся с ним не раз. Эти свидания, состоявшиеся после долгого перерыва, после многих уже именовавших разногласий, скрепили связь между Блоком и Белым, который тогда связал уже свою судьбу со Штейнером. Примечание. Рудольф Штейнер 1861-1925. Немецкий Теософ, основатель и руководитель антропосовского общества, Белый был привержен учениям Штейнера, активным деятелем русского антропосовского общества, участвовал в строительстве Иоаннова храма в Дорнахе, Швейцария. Личную Блоку Теософия была чужда, но он писал матери. Теософия в наше время, по-видимому, есть один из реальных путей познания мира. Недаром ей придаются самые разнообразные и очень замечательные люди во всей Европе. В эту зиму поэма «Возмездие» была отложена. Блок стал относиться к ней холоднее, с нерешительностью и долго не возвращался к начатому труду. На Пасхе завязалось новое знакомство, имевшее важные последствия. Михаил Иванович Терещенко, очень богатый человек, знаток и любитель искусства, затевал в Петербурге большое театральное дело и хотел поставить в своем будущем театре какую-нибудь новую значительную вещь. Примечание. Терещенко 1886-1958 был чиновником при директоре императорских театров владельцем издательства «Сирин». После февраля министр временного правительства. О его отношениях с Блоком смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 131-132. Он знал и исключительно любил стихи Блока и пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство состоялось через посредство Ремезова. По желанию Терещенко Блок взялся написать сценарий для балета. Балет из провансальской жизни. Музыку будет сочинять Глазунов. Примечание. Александр Константинович Глазунов 1865-1936 композитор и дирижер о музыке Крозе и Кресту. Смотри Глазунов исследование материалы публикации письма Том 1 Ленинград 1959-го 1952-го 1906-й роков «Прицанинка» 1921-й 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 Александр Александрович тотчас же стал работать над балетом. Скоро выяснилось, что будет не балет, а оперное либретто. Но и эта мысль вскоре была оставлена и на свет явилась драма «Роза и крест». Бесконечная требовательность автора к собственному труду, искание классической простоты, законченности, сжатости формы все это заставляло поэта периодами охладевать к описанию. Но Михаил Иванович Терещенко настаивал на продолжении работы, верил в силу и талант Блока и принимал близко к сердцу все, что касалось «Розы и креста». Еще в июне 1912 года Александр Александрович писал матери в Шахматово. Одно время мне показалось, что выходит не опера, а драма. Но выходит все-таки опера. Меня ввело в заблуждение одной из действующих лиц, которая по характеру скорее драматична, чем музыкальна. Это неудачник Бертран. Когда Александр Александрович прочел нам «Розу и крест» в первоначальной редакции, приехав для этого в Шахматово, нам сразу стало ясно, что написана драма. Но и после он продолжал работать над нею и переделывать ее еще и еще, добиваясь выпуклости характеров, ясности, сжатости, простоты форм. В феврале 1913 года драма «Роза и крест» была закончена. Летом 1912 года Блок приезжал к нам в Шахматово раза два и всякий раз ненадолго. Любовь Дмитриевна играла в «Тереоках» в труппе Мерхольда, состоявшей почти исключительно из молодежи, находившейся под влиянием своего режиссера. Играли пьесы классического и строго литературного, репертуары и пантомимы, сочиненные самим Мерхольдом. Любовь Дмитриевне поручали крупные роли, она была очень занята. В свободные дни приезжала к мужу. Александр Александрович ездил в «Тереоке», где, разумеется, всегда оказывался желанным гостем. В первый раз попал он туда на несостоявшееся открытие театра. Пятого июня он пишет матери о том, как хорошо провел этот вечер с актерами. Сидели у них в даче, она большая и пахнет, как старый помещичий дом. Все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку. Тут же состоялась репетиция одной из пьес. Александр Александрович остался доволен настроением актеров. Духа пустоты нет. Они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные. У Мейрхольда прекрасные дети и такс. За сосновым парком море, очень торжественное, был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте маяк. После открытия спектаклей 10 июня. Театр, хотя и небольшой, был почти полный, хлопали много. Мне ничего не понравилось. Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса разыграли Бойко. Два болтуна. Спектаклю предшествовали две речи – Кульбина и Мейрхольда. Очень запутанные и дилетантские, к счастью, короткие. Содержание, насколько я сумела уловить, очень мне враждебного. О людях, как о куклах, об искусстве, как о счастье. Сноска. Доктор Кульбин, один из инициаторов театра, художник-футурист, человек уже пожилой, очень симпатичный и всеми в своей среде любимый. Примечание. Николай Иванович Кульбин, 1866-1917. Художник и теоретик футуризма по профессии военный врач. Смотри. Парнис, теменчик. Программы «Бродячие собаки», памятники культуры, новое открытие, ежегодник, 1983 год, Ленинград, 1985-й. Страница 190, 191-я. Не хотелось идти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, и потом я уехал на станцию. В Триоках Блок смотрел и Кальдерона «Поклонение кресту», и пьесу Уайда, в которой Любовь Дмитриевна играла роль в «Светской старухе». Примечание. Пьеса Оскара Уайда «Как важно быть серьезным» о спектаклях в Триоках смотри Рудницкий, режиссер Мейрхольд, Москва, 1969 год, страница 150-я, 156-я. И все это его не удовлетворило. Однако резких приговоров он не произносил, и когда осуществилась постановка неизданной стринберовской пьесы «Виновный-невиновный», он остался вполне доволен. Пьесу эту ставили вскоре после смерти ее автора, в переводе «Ганзен». Роль Жанны играла Любовь Дмитриевна. Александр Александрович написал матери 15 июля. Спектакль был весь праздничный, и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего, Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папоротником. Все первое действие Люба не сходила со сцены, и, наконец, по-настоящему понравилась мне, как актриса. Очень сильно играла. Действие происходит в церкви. Жанна, которую она играла, стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий. Пьеса написана тогда же, когда... Инферно. Ад. Люба говорила, наконец, своим, очень сильным, и по звуку, и по выражению голосом, который очень шел к языку Стринберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился. Простота доведена до размеров пугающих. Жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы, в свою очередь, написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче. В те годы Стринберг говорил исключительно языком молний. Мир, окружавший его тогда, был, как грозовая июльская туча, табула раса, гладкая доска, то есть чистый лист, латынь, на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги. Математика рока загоняет в ужасное. То битая морда сыщика или комиссара, то красная манта кокотки и отсвечивающий рубином крест у нее на груди. Вдруг среди кафе в сценическом положении, почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии. Полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии. Ничего, кроме сине-черного и красного, таковы Софокл и Стринберг. Среди публики очень внимательной, довольно многочисленной и непохожей на русскую дачную шваль, много шведов и финнов, была дочь Стринберга. Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по-шведски, ни по-немецки. Она очень высокая, худая, пожилая женщина, в треуголке с белым пером, одета просто, некрасивостью и измученностью очень напоминает отца. Напоминает самым лучшим образом. Она говорила, между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсинфоргская актриса. В июне этого лета в Терриоках произошло трагическое происшествие, о котором Александр Александрович сообщает матери в нескольких письмах. Утонул молодой художник Супунов, с которым поэт сошелся предыдущей зимой. 15 июня Блок пишет. Мама, не беспокойся обо мне, когда прочтешь в газетах известия, что Супунов утонул в море около Терриок. Меня там не было, я не поехал, хотя за шесть часов до этого он меня звал туда по телефону устраивать карнавал. Мы с ним часто виделись в последние дни, он был очень чистый и простой. На днях должен был писать мой портрет. В это лето Блок часто виделся с представителем русского слова в Петербурге Румановым. Примечание. Аркадий Вениаминович Руманов, 1878-1960-й, возглавлял Петербургское отделение газеты «Русское слово» с 1911 года. Сводку данных о его отношениях с Блоком смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 119. Руманову хотелось сделать из Блока грандиозного публициста. На эту мысль навели его статьи и заметки Блока. Они часто встречались. В одном из писем 24 июня поэт писал матери. Мы с Румановым завтракали на крыше европейской гостиницы. Он меня угощал. Там занятно. Дорожка, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем. Так что одну минуту я ясно представил себе «Кар-ди-норт». Северный вокзал, как он виден с Мон-Мартра, влево. Из грандиозных замыслов Руманова, как известно, не вышло того, чего он желал, но Блок относился к нему с симпатией. В исключительно жаркую вторую половину лета Блок вместе с Пястом постоянно ездили купаться в Шувалово. Вода в озере, мягкая и теплая, удивительно ободряет. Шуваловский парк, оказывается, нравится мне, потому что похож на шахматово. Не только форма и возраст деревьев, но и эпоха, и флора не отличаются почти ничем. И воздух похож. 17 июля. Стихи Блока дают понятие о том, как он любил цыган и их пение. Вкус, который разделяли, кажется, все крупные русские художники. И в это лето, как всегда, он слушал цыган. По поводу концерта Раисовой он пишет 21 июля. У цыган, как у новых поэтов, все странно. Год назад Аксюша Прохорова пела. Но быть с тобой сладко и странно. А теперь Раисова пела. И странно и дико мне быть без тебя, моя лебединая песня пропета. А Зерковский театр на горе, пишет он дальше, и перед спектаклем все смотрели, как какой-то, кажется, Блерио описывал над Петербургом широкие круги на высоте, которые, я, кажется, еще ни разу не видел. Почти пропадал из глаз и казался чуть видным коршуном. А когда пролетал над озерками, доносился шум пропеллера. Еще в июне Александр Александрович занимался приисканием новой квартиры. Она была найдена очень скоро, на Офицерской, 57, на углу набережной Пряжки, в четвертом этаже, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы, Анна Ахматова. Примечание. Из стихотворения Ахматовой я пришла к поэту в гости. 1914 год. Смотри также ее мемуары о Блоке. Воспоминания, том 2, страница 94-96. Здесь Блоки прожили около 9 лет. Оба очень ее любили. В письме к матери Александр Александрович описывает вид из окон 24 июня. Вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эллингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергеевского монастыря по Балтийской дороге. Видно несколько церквей. Большая на Гутуевском острове и мачты, хотя море закрыто домами. Вид действительно прекрасный. Блок забыл еще упомянуть о том, какой тут красивый изгиб пряжки, который отражает прибрежные дома. На новую квартиру переехали в конце июля. Квартира мне очень нравится. Вчера по случаю приезда Пуанкаре были видны где-то в порте французские флаги и проследовали за домами чьи-то высокие мачты 29 июля. Примечание. Раймон Пуанкаре, 1860-1934, был в то время премьер-министром Франции, с января 1913-го президентом. Устроив новое жилье, Александр Александрович и Любовь Дмитриевна побывали в Шахматове, вернулись в Петербург к сентябрю. Всю первую половину сезона 1912-1913 года Александр Александрович был занят писанием драмы «Роза и крест», Когда пьеса была закончена, он собрал у себя на дому небольшой кружок, которому прочел свою новую драму. В числе присутствующих были Мейерхольд и Евгений Павлович Иванов. Слушали, разумеется, и мы с Александрой Андреевной. Драма произвела очень сильное впечатление. Мейерхольд был поражен, между прочим, стройностью развития действий и законченностью отделки. «Вы никогда еще так не работали», — сказал он автору. «Роза и крест» появилась в печати в том же году во вновь возникшем издательстве «Сирин», основанном Терещенко. Торжественное открытие «Сирина» случайно совпало с днем рождения Александра Александровича, 16 ноября. Издательство помещалось на Пушкинской. Каждую субботу в редакции собирались ближайшие сотрудники альманахов, выходивших по мере накопления материала. Александр Александрович не пропускал почти ни одного собрания. Здесь он встречался, между прочим, с разумником Васильевичем Ивановым, Иванов-разумник, и проводил целые часы в разговорах с ним. Примечание. Разумник Васильевич Иванов, псевдоним Иванов-разумник, 1878-1945, историк русской литературы и общественной мысли, критик и публицист. О его взаимоотношениях с Блоком смотри «Переписка» с Ивановым-разумником, публикация Лаврова, «Литературное наследство», том 92-й, книга 2-я, страницы 366-я, 414-я, а также «Литературное наследство», том 92-я, книга 3-я, страницы 76-я, 78-я. Так возникла та дружеская связь, которая соединяла их до конца жизни поэта. Отношения с Терещенко становились все задушевнее. Александр Александрович знакомился с матерью и сестрами Михаила Ивановича еще прошлую зиму и теперь продолжал бывать в его доме на Английской набережной. Михаил Иванович оставил мысль о театре и все свое внимание сосредоточил на сирене. При выборе того, что печаталось как в «Альманахе», так и в отдельных изданиях, он руководствовался советами Александра Александровича. По его указанию был напечатан в «Альманахах» Сирина и роман «Белого Петербург». Вышло также полное собрание сочинений Брюсова, Сологуба и Ремезова. Терещенко собирался, разумеется, издать и собрание сочинений Блока, но тут вышла неудача. Издательство «Сирин» прекратило свою деятельность по случаю войны, и сочинения Блока остались под спудом. В числе издательств, с которыми имел дело Блок, нужно упомянуть детские журналы издательства «Тропинка». Издавали и редактировали то и другое Соловьева и Моносейна, обе талантливые писательницы. Примечания. Поликсена Сергеевна Соловьева, псевдоним «Аллегро», 1867-1924, поэтесса и художница, сестра философа Владимира Соловьева. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 126. Наталья Ивановна Моносейна, 1869-1930, детская писательница. «Тропинка» выделялась среди строго педагогической серизны детских журналов того времени своей художественной окраской и живым содержанием безнарочитой морали. С Поликсеной Сергеевной наша семья была знакома давно. Ближе всего сошлась она с Александрой Андреевной, которая после возвращения из Ревеля в Петербург стала часто бывать в «Тропинке». «Тропинка» помещалась в квартире Соловьевой, где по средам собирались за чайным столом сотрудники и друзья Поликсена Сергеевны. В поисках подходящего занятия мать Блока предложила издательницам безвозмездно держать корректуру журнала и издаваемых ими книг. Предложение было принято, и в течение двух лет Александра Андреевна состояла корректором «Тропинки». Александр Александрович бывал иногда в «Тропинке» как гость и очень сочувствовал направлению журнала. В «Тропинке» были напечатаны впервые его известные стихи «Вербочки». В конце этой зимы Александр Александрович стал посещать вновь возникший на обводном канале общедоступный театр, называвшийся «Наш театр». Репертуар был серьезный. Шекспир, Ипсон, Мюссе. Дело вел бывший актер театра, комиссар Жевской, Зонов, который хотел поставить в своем театре «Розу и крест». Но Александр Александрович не разрешил этой постановки. В труппе Зонова участвовала, между прочим, и Любовь Дмитриевна. Театр существовал недолго. Летом Зонов основался в «Тереоках». Примечание. Аркадий Павлович Зонов, Павлов, 1875-1922, актер и режиссер. Во время весенних гастролей Московского художественного театра Александр Александрович пригласил к себе Станиславского и прочел ему «Розу и крест», но при первом чтении пьеса не понравилась Константину Сергеевичу. Впоследствии он переменил свое мнение и оценил «Розу и крест». Весной Александр Александрович опять потянуло за границу и к океану. Здоровье его было неважно. По совету доктора он решил ехать на Бискайское побережье. Глава десятая. В мае блоки стали готовиться к отъезду за границу. 12 июня 1913 года они выехали из Петербурга по направлению к Парижу. Послав матери открытку с германской границы, Александр Александрович написал ей из Парижа всего два письма, оба вялые и невеселые. «В общем, мне скучно», — пишет он во втором письме. «Я брожу с утра до вечера по городу. В Лувре я тоже бродил, но мне мало что понравилось, смотреть трудно. Музей восковых фигур интереснее. Побывал он, конечно, и на Монмартре. Все-таки я больше всего люблю это место», — объясняет он матери. «Из Парижа уехали 6 июля нового стиля. После утомительного переезда в вагоне без спальных мест и долгих поисков помещения блоки нашли хороший отель с пансионом и взяли две комнаты с видом на океан». Первое письмо с места написано 7 июля нового стиля вечером. «Мама, вот мы где поселились. Местечко называется G3. Сейчас довольно свежо, погода еще не купальная. Прямо передо мной океан, ничем не загражденный. Далеко под окнами терраса из стамариндов и пляж. Волны так шумят, что заглушают железную дорогу, которая проходит сзади отеля. Мы на узкой полосе берега, между ней и морем. Прибой немногим слабее, чем в Биорице, который сейчас светится справа от меня совсем близко. Меньше десяти верст по берегу. И там вращающийся маяк. Сзади нас цепь переней, высокая. Пока мне все это нравится, особенно океаны неба. Сейчас все черное, только огни Биорица какие-то далекие, огни в океане и просветы в небе. Вся моя комната пропитана морем». В гитарии Александр Александрович нравится еще больше, чем в Британии. «Здесь все так грандиозно, как только может быть», — пишет он 9 июля на открытках с местными видами. «В Британии мы были около бухты, хотя и большой, а здесь открытый океан. Нас перевели вчера в настоящие комнаты. У меня окно во всю стену, прямо на море. Я так и сплю, не закрывая его. В самой деревне тихо, и все пропитано запахом цветов. Всюду огромные дали. Сегодня мы купили за 40 сантимов большой букет роз. В оранжереи поспевает виноград. Тамаринды, как бузина, растут из-под каждого камня, а луга почти как в шахматове. Берег похож на бретонский, такие же скалы, папоротник и ежевика, только немногим богаче. Всюду белые дома и виллы. Молодой месяц я увидал справа, когда мы выехали из Парижа. У меня перед окном большая медведица, высоко над головой. Посылая 13 июля открытки с видами Сан-Себастьян, он пишет, «Купаться очень хорошо. Один день провели в Биорице, другой в Сан-Себастьяне. В Сан-Себастьяне очень хороший старый город. Я провожу много времени с крабами, они таскают окурки и кушают табак». В следующем письме 17 июля описывается поездка через испанскую границу в день национального праздника. Побывав в испанском городке Фуэн-Террабя, блоки смотрели с французского берега, как танцуют фанданго и другие баскские танцы. В конце письма неожиданная приписка. «Мне хочется в шахматово». Одна из причин этого желания, вероятно, та, что уже 10 дней нет писем от матери, и он о ней беспокоится. Хотел даже посылать телеграмму, но через день получил письмо и успокоился. Несмотря на прелесть купания и океана, в Гитари все-таки было ему скучновато. «Вчера мы нашли в камнях в море морскую звезду, спрутов и больших крабов. Это самое интересное, что здесь есть», — пишет он матери. «Когда гитарист стала надоедать, блоки начали часто ездить в Биориц. Сегодня я купался 14-15 раз. Утром здесь у нас, а днем в Биорице», — пишет он 23 июля. «В Биорице волны больше наших, но на ногах все-таки удержаться легко. Только иногда приходится высоко прыгать, потому что волна идет выше роста, как стена спиной наверху. Это очень весело. Дни проходят так. В восьмом часу мы встаем и пьем кофе, потом до завтрака, 12 часов, гоняем и дразним крабов, купаемся или утром, или днем, обедаем в 7 часов, потом немного гуляем. Люба ложится спать в 9-10 часов. Я читаю, прочел Серафиту Бальзака, многое не понял и пропускал, скучно, читаю Шекспира. Засыпаю часов в 11-12, когда мимо проходит Южный экспресс в Мадрид. Народу в отеле много, мы не знакомимся ни с кем, днями находит скука и тоска. Каждый завтрак и обед я осмотрю на испанку, необыкновенную красавицу, которая живет с нами в отеле. Мы называем ее «Перла дель океано» — «Жемчужина океана». Между прочим, Александр Александрович начал учиться плавать у Любови Дмитриевны. В конце июля совершены три поездки. Ездили на лошадях из Сен-Жен до Люза в Пиренеи, 40 километров по горным деревням. Там очень красиво и лесисто, однобразие береговой полосы пропадает, ни одного Тамариса уже нет, много цветов, речки, болота, толстейшие дубы, старые церкви, цветут розы, магнолии, местами душистая акация, поспевает виноград. От жары я в этом году совсем не страдаю, хотя несколько часов в день бывает очень жарко, и все время вокруг ходят грозы. Плаваю все лучше. Письмо от 27 июля. Потом поехали на испанскую границу и оттуда на лошадях в Испанию, в деревню Вера в Пиренеях. 2 августа. Там тишина, лесистые долины и скалы, всюду страшные усатые испанцы, стражники. Во всякой деревне и на всяком мосту берут пошлину. Возвращались по горной дороге, откуда видно, как на карте, изгиб Бискайского залива, ланды, биориц и все городки до испанской границы. Очень долго ездили, часов пять. Третья поездка совершена была из Биорица. На этот раз ездили верхом в сопровождении Бирейтера. Проехали 16 километров, много из них галопом, день был ветреный. Мы скакали по берегу моря в Ландах, кустью Адура, где волны борются с рекой. Яртовик ездить, да и лошадь непослушная, огромная, тяжелая, грифка подстрижена, любит сахар, так что у меня до сих пор все мускулы болят. После этой прогулки блоки переселились из Гетари в Биориц, намереваясь ехать в обратный путь через Париж. Приехали и остались здесь жить, думаю, на неделю, пишет блок. Очень уж жаль расставаться с морем. Уезжать из Гетари было очень жаль. Вчера мы купались долго, минут сорок, волны сбивали с ног. Если припомнить, что перед первой поездкой за границу доктор советовал Александру Александровичу купаться не более четверти часа за раз, то станет понятно, до какой степени он увлекался купанием. Сорок минут в океане — это доза, которую может выдержать только очень сильный человек и при том местный житель. Для северянина, да еще непривычного к морю, это страшно много. Но неумеренное купание, по-видимому, не вредило блоку. Он только много спал, но чувствовал себя очень бодро. Так же хорошо действовало оно и на Любовь Дмитриевну. Вообще она не уступала мужу ни в выносливости, ни в интересе ко всему окружающему, касалось ли это природы, людей или искусства. Между ними было только одно коренное расхождение. В противоположность мужу, Любовь Дмитриевна особенно любит Париж и французский XVIII век. Пребывание во Франции, хотя и на океане, в конце концов, все же надоело Александру Александровичу. В письме от 5 августа он начинает брониться и наводит на все жестокую критику. Биоритс наводнен мелкой французской буржуазией, так что даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин. Вероятно, от такого общества стало трудно найти пропитание. В ресторациях подают всякие отбросы с перцем. Да и вообще надо сказать, что мне очень надоело Франции и хочется вернуться в культурную страну, Россию. Где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанье, хлеб и говядина, питье, чай и вода. Кровати. Не пятнадцать аршин ширины. Умывальники. Здесь тазы, из которых никогда нельзя вылить всей воды. Вся грязь остается на дне. Кроме того, на поганом ведре еще покрышка. И для издевательства над тем, кто хотел бы умыться, это ведро горничные задвигают далеко под стол. Чтобы достать его, приходится долго шарить под столом. Наконец, ведро выдвигается, покрышка скатывается, и все блохи, которые были утоплены в ведре накануне, выскакивают назад и начинают кусаться. Мы ездили в Отто-Каре, публичный автомобиль, через Камбо и имени Растана в Пиренее, Паде-Ролан. Французы переводят это путь Роланда. А я здесь нет Роланда. Там есть ущелье, где будто бы прошла вся армия Роланда. В письме из Парижа от 9 августа Александр Александрович, однако, не поминает лихом ни Биорица, ни Франции. Уезжать из Биорица было очень жалко. Последние дни я купался по два раза, всего 32 раза. Последний день море было холодное, волны бушевали и не давали ни плавать, ни стоять на ногах. Все это испанско-французское побережье — прекрасная страна. Но Париж опять произвел неприятное впечатление. В Париже на этот раз главным образом делались покупки, заказывались костюмы и прочее. 12 августа. Я сейчас сижу в том самом кафе и за тем самым столом, за которым сидел, когда попал в Париж в первый раз в жизни. Совсем иначе теперь. Париж нестерпим. Я очень устал за эти дни. Слава богу, с портными все кончено. И завтра днем мы уедем. В воскресный день, когда магазины закрыты, блоки поехали в Версаль. Очень он не понравился Александру Александровичу. Все, начиная с пропорций, мне отвратительно в XVIII веке. Потому Версаль мне показался даже еще более уродливым, чем царское село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь вытоптан. Следующее письмо от 3 августа старого стиля, уже из Петербурга. Настроение хорошее. Блок рад, что вернулся в Россию и что на таможне ничего не отобрали. Письмо в благодушно-шутливом тоне. Перечисляются вещи, привезенные из-за границы. У Любы тоже очень много нового. Два чемодана, костюм портной, шляпы, перья и многое другое. В шахматовый блок приехал один и прожил с нами до половины сентября. Ему было там очень хорошо. Он много занимался чисткой сада, причем нередко пугал нас матерью смелостью своего размаха. Рубить деревья было всегда одним из его любимых занятий, причем он обыкновенно увлекался, хватал через край, рубил кусты и деревья без всякой видимой надобности. Надо признаться, однако, что многое из того, что он делал, меняя какой-нибудь привычный вид или нарушая красивую группу, оказывалось впоследствии очень полезным для сада или дома. От его рубки в доме становилось светлее суши. На этот раз он вырубил целый участок старой сирени, что, пожалуй, было и лишнее. В этот месяц, проведенный в шахматове в полном уединении, мы развлекались шарадами. Александр Александрович любил всякие загадки и каламбуры, а я легко сочиняю подобные шутки. Сначала я успешно загадывала обыкновенные шарады, а потом придумала особый вид шарад в рассказах. Помню, какой эффект произвела загаданная мною за утренним чаем шарада «Шпаргалка», для которой я сочинила целый рассказ, вклеив в него все три слога. С этих пор я должна была ежедневно придумывать такие шарады. Блок увлекался ими совсем по-детски, смеялся, радовался. Потом он начал и сам сочинять нечто в том же духе, но всегда очень натянутое по смыслу, громоздкое по форме и уморительно смешное. Уже к чаю приходил он с таинственным видом и немедленно начинал загадывать шараду, сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия. В конце августа приехала на короткое время Любовь Дмитриевна. Она ахнула при виде срубленной сирени, но зато остальные вырубки, кажется, одобрила. В это время шарады были в полном разгаре. Любовь Дмитриевна много и весело хохотала над измышлениями поэта. При ней сочинил он длиннейшую шараду в духе романа тридцатых годов, которую рассказывал целый день с утра и до вечера, придумывая все новые и новые стильные подробности. Загадываемое слово было «завсегдатой» и «каламбур», и «шарада». Загадываемое слово «завсегдатой» и «шарада».